Глава первая. Вот речи, которые Моше говорил всему Израилю за Иорданом, в пустыне, в Ораве, напротив Суфа, между Параном, Тофелем, Лаваном, Хацеротом и Дизаавом, в одиннадцати днях пути от горы Хореф через Нагорье-Сиир в сторону Кадеш-Барнея. На сороковой год, в одиннадцатом месяце первого числа, Моше говорил Израильтянам все, что велел ему сказать Господь Бог. После разгрома амарийского царя Сихона, жившего в Хешбоне, и башанского царя Ога, который жил в Аштороте, в Адрии, за Иорданом, в земле Муава, Моше начал разъяснять это наставление. Он говорил, Господь Бог наш сказал нам в Хореве, хватит вам сидеть в этих горах, поверните и идите в горы Амареев и во все прилежащие земли, в Ораву, на Нагорье и на Низменность, в Негев и на морское побережье, в землю Ханаанцев и Ливан, до великие реки Ефрата. Вот, я даю вам землю, идите и завладевайте землей, которую Господь поклялся дать Аврааму, Ицхаку и Яакову и их потомству. А я вам тогда сказал, не могу я с вами справиться в одиночку. Господь, Бог ваш, вас сделал многочисленными, и сейчас вас так же много, как звезд на небе. Пусть Господь, Бог ваших предков, увеличит ваше число еще в тысячу раз и благословит вас, как Он вам обещал. Но как мне в одиночку вынести ваши распри, ссоры и тяжбы? Приведите мудрых, разумных и именитых людей из каждого колена, и я их поставлю над вами начальниками. А вы мне отвечали и говорили, хорошую вещь ты предлагаешь. И взял я начальников над коленами, людей мудрых и уважаемых, и сделал их начальниками над вами, главами тысяч, главами сотен, главами над пятью десятью, главами над двадцатками и надзирателями в каждом колене. И наставлял я в то время ваших судей, выслушивайте дела и творите справедливый суд в народе и между народом и пришельцами. Во время суда не взирайте на лица, разбирайте дела и у малых, и у больших, и никого не страшитесь, потому что суд от Бога. А что вам будет трудно, передавайте мне, и я это дело разберу. И я объяснил вам в то время, как вы должны себя вести. И вышли мы из Хорева и перешли ту великую страшную пустыню, которую вы видели, ведущую к Амарейским горам, как велел нам Господь, Бог наш, и пришли в Кадеш-Барнея. И я сказал вам, вы подошли к Амарейским горам, которые Господь, Бог наш, дает нам. Смотри, Господь дал тебе страну. Иди, завладевай ею, как велел тебе Господь, Бог твоих предков. Не бойся и не страшись. И подошли вы все ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали страну, вернувшись, рассказали о дороге, по которой мы пойдем, и о городах, в которые придем. Мне это понравилось, и я отобрал двенадцать человек по человеку от каждого колена. И они повернули на Нагорье, и достигли потока и школь, и исследовали страну. И взяли они с собой плоды той земли, и принесли к нам, и дали нам ответ. Добрую землю дает нам Господь, Бог наш. А вы не захотели идти, и были непокорны Господу, Богу вашему. И роптали вы в своих шатрах, и говорили, ненавидит нас Господь, потому и вывел нас из Египта, чтобы дать амарейцам уничтожить нас. Куда мы идем? Наши братья рассказывают страшные вещи. Там, мол, живут люди больше и выше нас, стоят большие города с укреплениями до небес, и еще мы там видели сынов Анака. А я вам сказал, не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог ваш, идущий перед вами, будет за вас воевать, как Он на ваших глазах воевал за вас в Египте. И вы видели, как Он нес вас через пустыню, словно человек, несущий на руках своего сына, весь путь, пока мы не пришли сюда. Но вы все равно не верили в Господа, Бога вашего, который шел перед вами и искал места, где бы вам встать на стоянку, ночью в виде огня, чтобы показать вам, куда идти, а днем в виде облака. И услышал Господь ваши слова, и разгневался, и поклялся, не видать этим людям, дурному этому поколению, добрую землю, о которой я поклялся их предкам. Только Калев, сын Ефунне, ее увидит. И ему дам я землю, по которой он шел, и его потомкам, потому что он послушался Господа. На меня тоже рассердился Господь из-за вас и сказал, ты тоже туда не попадешь. Туда войдет Яшуа, сын Нуна, который состоит при тебе. Укрепляй его, потому что он введет израильтян во владение страной. А потомство ваше, про которое вы говорили, что оно достанется врагам, и дети ваши, которые пока что не могут отличить добра от зла, они и войдут туда. Им дам я землю, и они ею завладеют. А вы поворачиваете и двигаетесь в пустыню по направлению к Красному морю. А вы мне отвечали и говорили, согрешили мы перед Господом. Мы пойдем и будем сражаться, как велел нам Господь, Бог наш. И вы припоясались оружием, безрассудно пошли в горы. И сказал мне Господь, скажи им, нельзя им идти и сражаться, потому что я не с ними, и враг их разобьет. Я сказал это вам, а вы не слушали, не повиновались Господу и упрямо пошли в горы. И вышли вам навстречу аморейцы, живущие в этих горах, и налетели на вас, как пчелы, и разбили вас в горах Сеира, преследуя до Хурмы. А вы вернулись и плакались перед Господом, а Господь вас не слушал и не внял вашему голосу. И провели вы в Кадеше долгое время. Долго пробыли мы в Кадеше. Глава вторая. И повернули мы, и двинулись в пустыню, в сторону Красного моря, как сказал мне Господь. И долгие дни обходили Сеирские горы. И сказал мне Господь, хватит вам обходить эти горы, поворачивайте на север. А народу скажи, вы проходите по землям ваших братьев, сынов Исава, живущих в Сеирских горах. Они станут вас бояться, но и вы будьте осторожны. Не задевайте их, потому что от их земли я вам не дам ни пяди, ведь Сеирские горы я дал во владение Исаву. Еду приобретайте у них за серебро, и воду для питья тоже за серебро покупайте. Ибо Господь, Бог ваш, благословил вас на все ваши дела. Он знает, что вам придется идти через эту великую пустыню сорок лет. С вами Господь, Бог ваш, ни в чем нехватки у вас не будет. И мы пошли от земли наших братьев, сынов Исава, живущих в Сеире, по дороге на Араву, оставив позади Елат и Цион-Гевех, и повернули в пустыню Муава. И сказал мне Господь, не обижайте муавитян, и не ищите с ними стычек, потому что не дам я вам во владение их землю. Сынам Лота дал Яар во владение. Там раньше жили эмиты, люди большие, многочисленные и высокие, как сыны Анака. Рефаиты тоже считались сыновьями Анака, а муавитяне называли их эмитами. А в Сеире раньше жили хурриты, и сыны Исава завоевали их, уничтожили и поселились на их месте, точно так же, как израильтяне в своих владениях, которые им дал Господь. А теперь, сказал я, вставайте и переходите поток Зерет. И мы встали и перешли поток Зерет. А время, что мы шли от Кадеш-Барнея, покуда не перешли поток Зерет, 38 лет, пока не умерло все поколение воинов, находившихся в стане, как поклялся вам Господь. И Господь тоже вмешался, чтобы истребить их до конца. И когда умерли в народе последние воины, Господь сказал мне, «Вы входите сегодня в пределы Муава, в землю Ара. Вы приблизитесь к стране сынов Аммона. Не нападайте на них и не задевайте их, потому что землю сынов Аммона я вам не дам во владение. Я отдал ее во владение сынам Лота». Она тоже считалась землей эрефаитов. Раньше там жили эрефаиты, а аммонитяне называли их замзумитами. Народ большой, многочисленный и высокий, как анакиты. Господь уничтожил их, и они завоевали их землю и поселились на их месте. Точно так же он поступил с сынами Эсава, живущими в Сеире. Он уничтожил хурдитов, они захватили их землю и живут на их месте до сего дня. А что касается и ввеев, живущих в селениях до самой Газы, их уничтожили кафторийцы, вышедшие с кафтора, и поселились на их месте. Вставайте, двигайтесь и перейдите русло Арнона. Я отдаю вам Сюхона, амморийского царя Хежбона, и его страну. Начинайте завоевывать их, идите на них войной. Сегодня вы начнете наводить страх и ужас на все народы под небесами. Кто о вас услышит, устрашится и затрепещет. И я послал послов из пустыни Кедемот к Сихону, хежбонскому царю, с предложениями мира. Я сказал, мы хотим пройти через вашу землю точно по дороге, никуда не отклоняясь. Вы будете продавать нам еду за серебро, чтобы мы ели, и воду за серебро, чтобы мы пили. Мы хотим только пройти пешком, как мы сделали у сынов Исава, живущих в Сеире, и у маявитян, живущих в Аре, пока мы не пересечем Иордан и не войдем в землю, которую нам дал Господь, Бог наш. А Сихон, царь хежбонский, не разрешил нам пройти по его земле, потому что Господь, Бог ваш, сделал его упрямым и ожесточил его дух, чтобы потом отдать его вам в руки. И сказал мне Господь, вот, я даю тебе в руки Сихона и его землю, начинай захватывать его страну. И вышел Сихон нам навстречу вместе со всем своим народом на битву в Яаце, и отдал нам его Господь, Бог наш, и мы разбили его, его сыновей и весь его народ. Мы тогда захватили все его города и подвергли заклятию каждый город, истребив мужчин и женщин, и детей не оставили в живых. Мы захватили себе только скот и имущество в завоеванных городах. От Ароэра, что на берегу потока Арнон, и города, что у потока, до Гелиада не было города, который устоял бы перед нами. Все дал нам Господь, Бог наш. Только к земле сынов Аммона мы не приблизились, к местам, что близ русла потока и оббок, и городам Нагорье, как повелел нам Господь, Бог наш. Глава третья И повернули мы, и пошли по дороге к Башану, и вышел нам навстречу Ок, царь Башана, вместе со всем своим народом на битву с нами возле Эдрии. И сказал мне Господь, не бойся его, потому что я даю вам в руки его самого, весь его народ и всю его землю. Поступайте с ним, как вы поступили с Амарейским царем Сихоном, живущим в Хежбоне. И дал Господь, Бог наш, нам в руки Ога, царя Башана, и весь его народ, и били мы их, покуда не осталось от них ни следа. И мы захватили тогда все его города. Не было ни одного города, который бы мы не взяли. Итого шестьдесят городов на деле Аргова в царстве Ога в Башане. Все это были города, укрепленные, с высокими стенами и воротами на замке, помимо многочисленных неукрепленных селений. И мы подвергли их заклятию, подобно тому, как мы поступили с Сихоном, царем Амарейским, подвергнув заклятию все население города, включая женщин и детей. А весь скот и имущество, которое было в городах, мы взяли себе. Тогда мы захватили землю у двух Амарейских царей, живших за Иорданом, от русла Арнона до горы Хермон. Сидонитяне называют Хермон Сирьоном, а амарейцы называют его Синиром. Все города равнины, весь Гелиад и весь Башан до Салхии и Дрии, города царства Ога в Башане, захватили мы. Потому что из всех рафаитов остался только Ог, царь Башана. Его железное ложе находится в рабе Аманитянской. Длина его девять локтей, а ширина четыре мужских локтя. И завладели мы тогда этой землей, начиная от Ароэра, что возле потока Арнон. И половину Гелиадского Нагорья и находящиеся там города я отдал коленам Реувена и Гада. А остальной Гелиад и весь Башан, царство Ога, я отдал половине колена Минаше. Вся область Оргов со всем Башаном называлась землей рафаитов. Яир, сын Минаше, взял всю область Оргов до границы Гешура и Маахи и переименовал эти области в свою честь – Башан-Хаввод-Яир. Так эти места называются до сего дня. А Махиру я дал Гелиад. А Реувену и Гаду я дал землю от Гелиада до потока Арнон, то есть всю землю по эту сторону ручья, и пределы их до потока Яббок, границы Аманитян. И Ораву, и Иордан, и землю от Кенерета до моря Оравы, Соленого моря, подножья к востоку от горного кряжа Пизга. И тогда я вам сказал, Господь, Бог ваш, дал вам во владение эту землю. Все, кто способен воевать, возьмите оружие и идите вперед. А ваши братья, сыны Израиля, пусть идут за вами. Только ваши жены, дети и скот, а я знаю, что скота у вас много, останутся в городах, которые я вам дал. Покуда Господь не дарует покой нашим братьям так же, как вам, и они не завладеют землей, которую Господь дал им за Иорданом, тогда и вы вернетесь в свои владения, которые я вам дал. А Яшуа я тогда сказал так, ты сам видел, как поступил Господь, Бог ваш, с двумя этими царями. Так же Господь поступит со всеми царствами, в пределы которых ты входишь сейчас. Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, воюет за вас. И взмолился я тогда к Господу, Господи Боже, если ты уже начал показывать рабу Твоему свое величие и мощь, ибо есть ли еще Бог на небе и на земле, способный на такие великие деяния, как ты, то позволь мне перейти реку и увидеть добрую землю, что за Иорданом, плодородная это Нагорье и Ливан. И разгневался Господь на меня из-за вас, и не послушал меня, и сказал мне Господь, «Довольно, не говори мне больше об этом, поднимись на вершину пизги и посмотри на запад, на север, на юг и на восток, и взгляни на эту землю, потому что тебе не перейти Иордан. Дай наставление Яшуа, укрепи и усиль его, потому что он пойдет впереди этого народа, чтобы ввести его во владение страной, которую ты видишь». После этого мы остановились в долине напротив Бет-Пеора. Глава четвертая Так вот, Израиль, слушай законы и правила, которым я обучу вас. Исполняйте их, чтобы вы были живы, пришли и завладели землей, которую дает вам Господь, Бог ваших отцов. Не добавляйте ничего к тому, что я говорю, и не убавляйте, соблюдая повеление Господа, Бога вашего, которое я сообщаю вам. Вы сами видели, что сделал Господь в Бааль-Пеоре. Всех, кто пошел за Бааль-Пеором, Господь истребил, а вы, сохранившие верность Господу, Богу вашему, живы сегодня. Вот, я учу вас законом и правилам, как велел мне Господь, Бог мой, чтобы вы их исполняли в стране, в которую вы войдете, чтобы завладеть ею. Соблюдайте и исполняйте их, потому что в глазах других народов это составляет вашу мудрость и разум. Они услышат их и скажут, разумен и мудр этот великий народ. Ведь какому еще великому народу близки его боги так, как Господь, Бог наш, близок нам, когда мы призываем его? И у какого еще великого народа такие справедливые законы и правила, как это наставление, которое я даю вам сегодня? Только остерегайся и следи, чтобы не забыть то, что ты сам видел, и пусть не сотрется это из твоей памяти всю твою жизнь, и передай это своим детям и внукам. Когда ты стоял перед Господом, Богом твоим, в Хореве, когда мне Господь сказал, собери мне этот народ, и я сообщу им то, что они должны знать, чтобы почитать меня все дни, что живут они на земле, и чему они должны научить своих детей. Вы подошли и стояли под горой, и гора пылала пламенем до самых небес, и была тьма, облака и туман. И говорил Господь с вами из огня, голос вы слышали, а образа не видели, только голос. И сообщил вам свой завет, который велел вам исполнять, десять речений, и записал их на двух каменных досках. А мне велел тогда Господь обучить вас законам и правилам, чтобы вы их исполняли в стране, в которую вы идете, чтобы завладеть ею. Берегитесь и будьте осторожны, ведь вы не видели никакого образа, когда Господь говорил с вами в Хореве из огня, чтобы вы не развратились и не сделали из туканов изображений мужчины или женщины, изображений скота, который на земле, изображений крылатой птицы, летающей в небесах, изображений ползающего по земле, изображений рыбы, что в водах ниже земли. И чтобы не было так, что ты поднимешь глаза к небу и увидишь солнце, луну и звезды, все небесное воинство, и отступишься, и поклонишься им, и послужишь им, тому, чем Господь, Бог твой, наделил все другие народы, живущие под небесами. Но вас Господь взял и вывел из железной печи, из Египта, чтобы вы стали для Него народом, Его наделом, как теперь. За ваши слова Господь разгневался на меня и поклялся, что я не перейду Иордана и не войду в добрую землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в надел. Потому что я умру в этой земле, я не перейду Иордана, а вы перейдете и завладеете этой доброй землей. Берегитесь, не забывайте завета Господа, Бога вашего, который Он заключил с вами, и не делайте себе истуканов и изображений, которые Он вам запретил. Потому что Господь – Бог твой, огонь пожирающий, Бог ревнивый. «Ведь родятся у тебя сыновья и внуки, и станете вы старожилами страны, и развратитесь, и понаделаете себе истуканов и образов, и будете делать зло в глазах Господа, Бога твоего, и гневить Его. Беру я сегодня в свидетели небеса и землю, что скоро погибнете вы на земле, на которую вы сейчас идете, чтобы завладеть ею. Долго вы там не проживете, но будете уничтожены. И рассеет вас Господь среди народов, и останется вас немного среди племен, которым изгонит вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным людьми, дереву и камню, которые не видят, не слышат, не едят и не ощущают запахов. И будете там искать Господа, Бога вашего, и найдете Его, потому что будете искать Его от всего сердца и от всей души. Когда будет тебе худо, и случится все это с тобой в будущем, то ты вернешься к Господу, Богу твоему, и будешь Его слушаться. Потому что Господь, Бог твой, Бог милостивый, Он тебя не оставит, не даст погибнуть и не забудет завета с твоими предками, которым Он дал клятву. Воистину, спроси о прежних днях, что были до тебя, со дня, когда Бог создал человека на земле, и от края земли до края. Разве бывали раньше такие удивительные вещи? Разве о таком кто-нибудь слышал? Разве какой-нибудь народ слышал голос Божий, говорящий из огня, как ты его слышал, и разве остался при этом жив? Или пытался Бог забрать народ из среды другого народа казнями, чудесами и знамениями, войной, крепкой мышцей и простертой ладонью, и великими ужасами, как совершил это для вас Господь, Бог ваш, в Египте у тебя на глазах? Ты сам видел, что Господь есть Бог, и нет больше богов, кроме Него. С небес прозвучал Его голос, чтобы научить тебя, а на земле явил Он тебе свой великий огонь, и ты слышал Его речи из огня. За то, что Он полюбил твоих предков и избрал их потомство, и вывел тебя сам великою силою Своей из Египта, чтобы прогнать от тебя народы, которые больше и сильнее тебя, и дать тебе в наследие их землю. Знай же и запомни, что Господь есть Бог на небесах наверху, и на земле внизу, и другого нет. Соблюдай Его законы и повеления, которые я тебе сегодня сообщаю, чтобы хорошо было тебе и твоим потомкам, что будут жить после тебя, и чтобы продлились твои дни на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. Тогда Муша отделил три города за Иорданом к востоку, чтобы туда могли убегать убийцы, каждый, кто убьет другого человека нечаянно, без давней неприязни, чтобы мог убежать в один из этих городов и остаться жив. Это были Бецер в пустыне, на равнинной земле, у Реувена, Ирамот в Гелиаде у Гада, а также Галан в Башане у Минаше. А вот наставление, которое дал Маше сынам Израиля. Вот обычаи, законы и правила, о которых Муша говорил с сынами Израиля при их выходе из Египта. За Иорданом, в долине напротив Бейт-Пеора, в земле амарийского царя Сихона, жившего в Хешбоне, которого разбили Муша и сыны Израиля при выходе из Египта, и завладели его землей, а также землей башанского царя Ога, двух амарийских царей, которые жили за Иорданом к востоку от Ороэра, что на берегу пересыхающего потока Орнон, и до горы Сион, она же Хермон, и по всей Орове, за Иорданом к востоку и до моря Оровы у подножия Пизги. Глава пятая. И созвал Муше всех израильтян и сказал им, «Слушай, Израиль, законы и правила, которые я вам сегодня говорю, а вы слышите. Выучите их и тщательно соблюдайте. Господь, Бог наш, заключил с нами завет в Хореве. Не с отцами нашими заключил Господь этот завет, а с нами, со всеми теми, кто живут здесь сегодня. Лицом к лицу говорил с вами Господь на горе из огня. Я тогда стоял между Господом и вами и говорил вам слово Господне, потому что вы страшились огня и не поднимались на гору. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов помимо меня. Не делай себе из туканов изображений того, что в небесах наверху, на земле внизу и в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, потому что я, Господь, Бог твой, Бог ревнивый, не забывающий грехи отцов потомкам до третьего и четвертого поколения для ненавидящих меня и творящий милость до тысячного поколения для любящих меня и исполняющих мои заповеди. Не произноси имени Господа, Бога твоего, в ложной клятве, потому что Господь не оправдает тех, кто ложно клянется Его именем. Соблюдай день субботний и освящай его, как велел тебе Господь, Бог твой. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, а в седьмой день — суббота для Господа, Бога твоего. Не делай никакой работы ни ты сам, ни твой сын, ни твоя дочь, ни раб, ни рабыня, ни вол, ни осел и никакой скот, ни пришелец, живущий в твоих селениях, чтобы отдохнули твой раб и твоя рабыня так же, как ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской и вывел тебя Господь, Бог твой, оттуда мощной ладонью и простертой рукой. Поэтому велел тебе Господь соблюдать день субботний. Почитай своего отца и свою мать, как велел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились твои дни и чтобы хорошо было тебе на земле, которую дает тебе Господь, Бог твой. Не убивай, и не прелюбодействуй, и не кради, и не лжестведительствуй против другого, и не желай отнять жену у другого, и не желай отнять дом у другого, поле, раба и рабыню, и любое имущество у другого. Эти слова говорил Господь всему вашему собранию громогласно на горе, окутанной огненным облаком, и не сказал больше ничего, и записал эти слова на двух каменных досках и отдал их мне. Когда же вы услышали голос из тьмы с горы, пылающей огнем, вы подошли ко мне, все ваши старейшины и начальники колен, и вы сказали, «Вот, Господь показал нам свое величие и мощь, и мы сегодня слышали Его голос из огня. Мы увидели, что говорит Господь с человеком, а человек остается жив. Так зачем же нам умирать, чтобы поглотил нас этот огонь? Если мы будем и дальше слышать голос Господа, Бога нашего, мы умрем. Разве может кто-нибудь, как мы, услышать голос Бога живого, говорящего из огня, и остаться в живых? Подойди лучше ты и послушай, что говорит Господь, Бог наш, и ты сообщишь нам все, что сказал тебе Господь, Бог наш, и мы будем это слушать и исполнять. И когда вы со мной говорили, услышал Господь ваши слова и сказал мне Господь, «Я слышал, что говорил тебе этот народ». Правильно они говорят. Вот если бы они и дальше страшились меня и соблюдали все мои заповеди все время, чтобы им и их потомству всегда было хорошо. Иди, скажи им, возвращайтесь к себе в шатры, а ты стой здесь со мной, и я сообщу тебе всякую заповедь, законы и правила, которым ты их обучишь и которые они будут исполнять в земле, что я даю им во владение. Тщательно соблюдайте все, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не отклоняйтесь от этого. Идите по пути, который указал вам Господь, Бог ваш, чтобы жить вам хорошо и долго на земле, которой завладеете. Глава шестая. Вот заповеди, законы и правила, которым Господь, Бог ваш, велел обучить вас, чтобы вы их исполняли в стране, в которую идете, чтобы завладеть ею, чтобы страшились вы, Господа, Бога вашего, и соблюдали все его законы и заповеди, которые я даю тебе. Ты сам, сын твой и внук твой, всю жизнь, чтобы продлились дни твои. Слушайся, Израиль, и тщательно соблюдай, чтобы было тебе хорошо и стало вас очень много на земле, текущий молоком и медом, как обещал тебе Господь, Бог отцов твоих. Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, один Господь, и полюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и со всей силой. И пусть мои эти повеления, которые даю я тебе сегодня, останутся у тебя в душе. И обучи им своих детей, и говори о них, когда сидишь дома, и когда идешь по дороге, когда ложишься, и когда встаешь. И привяжи их, как знак, к своей руке, и сделай меткой на лбу, и напиши их на косяках дома и на воротах. Когда Господь, Бог твой, приведет тебя в землю, о которой клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку, Иоакову, что даст тебе? Большие города, которые не ты строил, и дома, полные всякого добра, которые не ты наполнял, и хранилища воды, высеченные в камне, которые не ты высекал, виноградники и масличные сады, которые не ты сажал, и будешь ты есть и насыщаться. Остерегайся, чтобы не забыть Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего, почитай, Ему служи и Его именем клянись. Не идите за другими богами, богами народов, живущих вокруг вас, потому что Господь, Бог ваш, который среди вас, Бог ревнивый. Чтобы не разгневался Господь, Бог твой на тебя и не истребил тебя на земле. Не испытывайте Господа, Бога вашего, как вы испытывали Его в массе. Соблюдайте повеления Господа, Бога вашего, заповеди и законы, которые Он вам повелел исполнять. Делай то, что нравится Господу, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты пришел и завладел доброй землей, о которой Господь поклялся твоим отцам, поразив всех твоих врагов, как говорил Господь. Если сын твой завтра тебя спросит, что это за заповеди, законы и правила дал вам Господь, Бог ваш, ты скажи своему сыну. Рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас Господь из Египта крепкой рукой, и сотворил Господь чудеса и знамения, великие и ужасные в Египте, фараону и всему Его дому у нас на глазах, а нас вывел оттуда, чтобы привезти нас сюда и дать нам землю, о которой поклялся нашим отцам. И велел нам Господь соблюдать все эти законы, почитая Господа, Бога нашего, чтобы нам было хорошо все дни, чтобы нам жить, как сейчас. И нам будет засчитано в заслугу, если мы будем исполнять это повеление перед Господом, Богом нашим, как Он нам повелел. Глава 7 Когда приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой ты собираешься завладеть, и прогонят от тебя многочисленные народы, хеттов, гиргошеев, амореев, ханаанцев, перезеев, хеввеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и Господь Бог твой. отдаст их тебе, и ты их побьешь. Придай их заклятию, не заключай с ними союзов и не щади их, не вступай с ними в браки, своих дочерей не отдавай за их сыновей, а их дочерей не бери за своих сыновей, потому что они отдалят твоих сыновей от Меня, и те будут поклоняться чужим богам. И разгневается на вас Господь, и вскоре истребит тебя. А поступайте с ними так, их жертвенники разбиваете, их статуи ломаете, их священные столбы сокрушаете, а их истуканов жгите огнем, потому что святой ты народ для Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты у Него был особым достоянием из всех народов на земле. Не из-за того, что вы самый многочисленный народ, полюбил и избрал вас Господь, ведь вы самый малочисленный из народов, но Он верно любит вас и исполняет клятву, данную вашим предкам, и потому вывел из Египта крепкой рукой, выкупил из дома рабство, забрал у фараона, царя египетского. Знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, хранящий завет и творящий милость любящим Его и исполняющим Его заповеди до тысячного поколения, и воздающий своим врагам, незамедлительно уничтожая их, без промедления сразу воздает Он своим врагам. Потому соблюдай заповеди, законы и правила, которые я сегодня повелеваю тебе соблюдать. Если будете выслушаться этих правил, соблюдать их и исполнять, то и Господь, Бог твой, будет соблюдать завет с тобой и сохранять верность, о которой Он поклялся твоим Отцам, и полюбит тебя, и благословит, и умножит, и благословит плод твоего чрева и плоды твоей земли, хлеб, вино и оливковое масло, приплод крупного и мелкого скота на земле, о которой Он поклялся твоим предкам, что даст ее тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет у тебя бесплодных мужчин и женщин, и среди твоего скота тоже не будет бесплодия. И Господь отведет от тебя всякую болезнь, и всем египетским недугам, которые ты знаешь, Он не подвергнет тебя, а наведет их на твоих врагов. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Не щади их, и не служи их богам, потому что они ловушка для тебя. Если ты подумаешь, эти народы больше меня, как мне их завоевать? Не бойся их. Помни, что сделал Господь, Бог твой, фараону и всему Египту. Великие испытания, которые ты видел, чудеса и знамения, крепкую руку и простертую ладонь, которой Господь, Бог твой, вывел тебя из Египта. Так поступит Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься. И Господь, Бог твой, пошлет на них шершней, покуда не погибнут все, кто остался и кто попрятался. Не страшись их, ведь Господь, Бог твой, с тобой, Бог великий и страшный. Он будет прогонять эти народы от тебя постепенно. Ты не сможешь уничтожить их сразу, чтобы не развелись дикие звери. И Господь, Бог твой, предаст их тебе в руки и приведет в великое смятение, покуда они не будут уничтожены. И Господь предаст их царей тебе в руки, и ты истребишь память о них из-под небес. Никто не сможет устоять против тебя, когда ты будешь их уничтожать. Из ваяния их богов сожгите огнем. Не забирай себе серебра и золота, что на них, чтобы не попасть в ловушку, потому что мерзость они для Господа, Бога твоего. И не приноси этой мерзости к себе домой, чтобы не оказаться под заклятием вместе с ней. Испытывай к ней отвращение и омерзение, ведь это заклятое. Глава восьмая Все заповеди, которые я даю тебе сегодня, вы должны исполнять, чтобы жили вы и множились, и пришли, и завладели землей, о которой Господь клялся вашим предкам. И помни весь путь, по которому вел тебя Господь сорок лет по пустыне, чтобы смирять и испытывать тебя. Что у тебя на душе? Будешь ты соблюдать мои заповеди или нет? И смирял тебя, и лишал тебя пищи, и давал тебе есть манну, о которой ты раньше не знал и твои предки не знали, чтобы ты понял, что не только хлебом жив человек, но и всем, что говорит ему Господь. Одежда твоя не износилась, и ноги не опухали вот уже сорок лет. Так что пойми, что Бог тебя наказывает, как Отец наказывает Сына. И соблюдай заповеди Господа, Бога твоего, ходи Его путями и почитай Его, потому что Господь, Бог твой, ведет тебя в добрую землю, богатую подземными водами, ручьями и потоками в долинах и в горах, в землю пшеницы и ячменя, винограда, смоковниц и гранатовых деревьев, в землю оливок, дающих масло, и фиников, дающих мед, землю, в которой не будешь ты есть хлеб свой в бедности, не будет тебе там ни в чем нехватки, в землю, где в камнях есть железо, а из гор ты будешь вырубать медь. И поешь ты, и насытишься, и благословишь Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Остерегайся, не забывай Господа, Бога твоего, и не прекращай соблюдать Его заповеди, правила и законы, которые я даю тебе сегодня, чтобы не случилось так, что ты поешь, насытишься и хорошие дома себе построишь, и поселишься в них, и много у тебя станет мелкого и крупного скота, и много золота и серебра будет у тебя, и все твое имущество умножится, и возгордишься ты, и забудешь Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и провел тебя по великой и страшной пустыне, где кишат змеи, гады и скорпионы, и где мучает жажда, потому что нет воды, а Он высек для тебя воду из гранитной скалы и кормил тебя в пустыне манной, которую не знали твои предки, смиряя и испытывая тебя, чтобы потом сделать тебе хорошо. А когда ты подумаешь, своей силой и крепостью руки приобрел я это богатство, то вспомни Господа, Бога твоего, ведь это Он дает тебе силы приобретать богатство, чтобы исполнить завет, о котором Он клялся твоим предкам, как и ныне. А если забудешь ты Господа, Бога твоего, и пойдешь за другими богами, и будешь им служить и поклоняться, то я предупреждаю вас сегодня, что вы погибнете. Подобно народам, которые губит Господь перед тобой, погибнете и вы, потому что не послушались Господа, Бога вашего. Глава девятая. Слушай, Израиль, ты переходишь сегодня Иордан, чтобы войти и завоевать народы, которые больше и сильнее тебя, в городах больших и укрепленных, доходящих до небес. Анакиты, народ большой и рослый, ты же слышал и знаешь, кто может справиться с сынами Анаковыми. Теперь должен ты знать, что это Господь, Бог твой, идущий перед тобой. Это огонь пожирающий, Он их уничтожит, и они покорятся тебе. Ты их завоюешь и истребишь немедля, как сказал тебе Господь. После того, как разгромит их Господь, ты не говори, за мою праведность привел меня Господь сюда, чтобы завладеть этой землей. И из-за нечестия этих народов Господь придает их мне в руки. Не за твою праведность и честность тебе дано завладеть их землей, а за нечестие этих народов Господь придает их тебе в руки, и чтобы исполнить то, о чем поклялся Господь твоим предкам, Аврааму, Ицхаку и Иакову. И знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе эту добрую землю во владение, ведь народ ты упрямый. Помни, не забывай, как гневил ты Господа, Бога твоего, в пустыне, со дня, как вышел ты из земли египетской и до того, как пришел на это место. Непослушны были вы Господу. И в Хареве гневили вы Господа, и разгневался Господь на вас и хотел уничтожить вас, когда поднялся я на гору забрать каменные доски, доски завета, которые заключил Господь с вами. И провел я на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь две каменные доски, написанные перстом Божьим. А на них все то, о чем говорил с вами Господь на горе из огня в день собрания. Через сорок дней и сорок ночей дал мне Господь две каменные доски, скрижа Лизавета. И сказал мне Господь, вставай, скорее спускайся отсюда, потому что развратился народ, который ты вывел из Египта. Скоро они свернули с пути, по которому я их направил, сделали себе литовые стуканы. И сказал мне Господь, посмотрел я на этот народ, народ это упрямый, отступи от меня, и я уничтожу их, сотру имя их под небесами, и произведу от тебя народ больше и сильнее их. Я повернул и спустился с горы, а гора вся горела огнем, и держал я обе доски и завета в обеих руках. И посмотрел я, согрешили вы перед Господом Богом своим, сделали себе литого тельца, быстро свернули с пути, по которому направил вас Господь. И схватил я обе доски и выбросил их, и разбил их у вас на глазах. И пал я перед Господом как прежде, и умолял его сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, что грешили вы, творя зло в глазах Господа и гневая его. Ибо страшился я гнева и ярости Бога на вас, ведь он хотел вас уничтожить. И Господь послушал меня и на этот раз. И на Аарона Господь тоже сильно разгневался и хотел уничтожить его. И я в то время молился и за Аарона тоже. А предмет вашего греха, тельца, которого вы сделали, я взял и сжег в огне. А потом, как следует его истолок, покуда он не превратился в тонкую пыль и высыпал пыль в поток текущий с горы. И в Тавере, и в Массе, и в Кеврот-Атаава вы гневали Господа. А когда Господь отправил вас из Кадеш-Барнеа, мол, идите и завладевайте страной, которую я вам дал, вы не послушались Господа и не поверили Ему и не повиновались. Дерзкими были вы с Господом с того дня, что я вас знаю. И пал я ниц перед Господом и молил его сорок дней и сорок ночей, потому что Господь хотел уничтожить вас. И молился я Господу и говорил, Господи Боже, не истребляй народ свой, наследие Твое, который в величии Своем Ты искупил и вывел из Египта крепкой рукой. Помни рабов Твоих Авраама и Цхака и Иакова, не смотри на упрямство этого народа, на его нечестие и грехи, чтобы жители той земли, откуда Ты нас вывел, не сказали, не смог Господь довести их до той земли, что им обещал, и, ненавидя их, вывел их в пустыню, чтобы убить. Они ведь народ Твой и наследие Твое, Ты вывел их великой силой Своей простертой руки. Глава десятая Тогда Господь сказал мне, «Выруби две каменные доски, такие же, как прежние, поднимись ко мне на гору и изготовь себе деревянный ларь, и я напишу на досках то, что было написано на прежних досках, которые Ты разбил, а Ты положишь их в ларь. И я изготовил ларь из дерева акации, сделал две каменные доски, такие же, как прежние, и поднялся на гору, держа в руках обе доски. И он написал на досках так же, как в первый раз, десять речений, которые изрек вам Господь на горе из огня в день собрания, и Господь дал их мне. И я повернулся, и спустился с горы и положил доски в изготовленный мною ларь, и они находились там, как велел мне Господь. А сыны Израиля двинулись из Беерот-бене Яакана в Масеру, где умер Аарон и был похоронен, и его место занял его сын Элязар. Оттуда они двинулись в Гудгаду, а из Гудгады в Йответу, в край водных потоков. В это время Господь отделил колено Леви, чтобы оно носило ковчег Завета Господня, стояло перед Господом, служило Ему и благословляло народ от Его имени до сего дня. Поэтому у колена Леви нет наследной доли вместе со своими братьями. Господь его надел, как сказал ему Господь, Бог Твой. А я простоял на горе, как в первый раз, сорок дней и сорок ночей, и послушал меня Господь и на этот раз не стал вас уничтожать. И сказал мне Господь, встань, иди перед народом, пусть идут и завладевают землей, о которой я клялся их предкам, что дам ее им. Так вот, Израиль, чего же хочет от тебя Господь, Бог Твой? Чтобы ты страшился Господа, Бога Твоего, ходил Его путями, верно любил Его и служил Господу, Богу Твоему, всем сердцем и всей душой, исполнял повеления Господа и Его законы, которые я даю тебе сегодня ради твоего блага. Ведь Господу, Богу Твоему, принадлежат небеса, и небеса небес, земля и все, что на ней. Лишь твоих предков полюбил Господь и избрал их потомство из всех народов, как вы сейчас видите. Так что обрежьте крайнюю плоть ваших сердец и не будьте больше упрямыми, потому что Господь Бог ваш, Бог над богами и Господин над господами, Бог великий, сильный и страшный, который не взирает на лица и не принимает подношений, справедливо судит сироту и вдову и любит пришельцев, давая им пищу и одежду. И вы тоже любите пришельцев, потому что пришельцами вы были в земле египетской. Господа, Бога своего, страшись, Ему служи, верно следуй за Ним и клянись Его именем. Он твоя слава, Он твой Бог, который сделал с тобой великие страшные вещи, что ты сам видел. Семьдесят человек было твоих предков, когда они спустились в Египет, а теперь сделал вас Господь Бог ваш многочисленными, как звезды небесные. Глава одиннадцатая Люби Господа Бога твоего и исполняй Его наказ, Его законы, правила и заповеди все дни. И знайте сегодня, что это не ваши потомки, которые не знали и не видели, как вразумлял вас Господь, Бог ваш, Его величие, крепкие ладони и простертые руки, Его знамений и деяний, которые Он осуществил в Египте с фараоном, царем египетским и со всей его страной, и что сделал Он с египетским войском, с конями и с колесницами, затопив их водами Красного моря во время погони за вами, и уничтожил их Господь, и нет их до сего дня, и что делал с вами в пустыне до вашего прихода сюда, и что осуществил Он с Датаном и Аверамом, сынами Элиава, потом Кареувена, которых, раскрыв свою пасть, поглотила земля вместе с семьями, шатрами и всем их имуществом посреди Израиля. Но вы сами видите все великие деяния, совершенные Господом. Так что соблюдайте все заповеди, которые я передаю вам сегодня, чтобы вам укрепиться, прийти и завладеть страной, вступить во владение, которой вы идете, и чтобы продлились ваши дни на земле, о которой поклялся Господь вашим предкам, что даст ее им и их потомству, на земле текущей молоком и медом. Потому что страна, куда ты идешь, чтобы завладеть ею, не похожа на землю египетскую, откуда вы вышли. Там, посеяв семя, ты орошал, работая ногами, как на огороде. А страна, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, это страна гор и ущелий, воду для питья, там дают дожди небесные. Это страна, за которой Господь, Бог твой, все время наблюдает. Все время глаза Господа, Бога твоего, устремлены на нее от начала года до конца года. Если вы будете послушны повелениям, которые я даю вам сегодня, будете любить Господа, Бога своего и служить Ему всем сердцем и всей душой, я вовремя пролью дождь на вашу землю, осенний и весенний, и будете собирать урожай зерна, винограда и олив, и дам я траву на лугах для скота, и ты поешь и насытишься. Остерегайтесь, чтобы не соблазнились вы, не отступились и не начали служить чужим богам и поклоняться им. Тогда Господь разгневается на вас и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вскоре исчезнете вы с доброй земли, которую Господь дает вам. Поместите эти слова себе в душу и в сердце, и привяжите их как знак на руке, и пусть будут они у вас меткой на лбу, и обучите им своих детей, произнося их, когда вы сидите дома и идете по дороге, когда ложитесь спать и когда встаете, и напишите их на косяках своих домов и на воротах, чтобы продлились ваши дни и дни ваших потомков на земле, о которой Господь поклялся вашим предкам, что он дает ее им, как дни небес над землей. Потому что, если вы будете соблюдать эту заповедь целиком, которую я вам даю, и выполнять ее, любя Господа, Бога вашего, ходя его путями и верно следуя ему, Господь прогонит все эти народы от вас, и вы завладеете наследием народов, которые больше и сильнее вас. Любое место, где ступит ваша нога, будет вашим. От пустыни до Ливана и от реки Эфрата до Западного моря будут ваши пределы. Никто не сможет вам противостоять. Страх и ужас перед вами наведет Господь Бог ваш на всю землю, по которой вы пройдете, как Он вам обещал. Вот, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете вы послушны заповедям Господа Бога вашего, которое я даю вам сегодня. И проклятие, если не послушаетесь вы заповедей Господа Бога вашего и отклонитесь с пути, на которые я вас сегодня наставляю, и станете служить чужим богам, которых вы раньше не знали. Когда же приведет тебя Господь Бог твой на землю, в которую ты идешь, чтобы завладеть ею, ты будешь провозглашать благословение на горе Герезим, а проклятие на горе Эйваль. Они находятся за Иорданом, к западу, в земле ханаанцев, живущих в долине напротив Гильгаля, возле Дубравы Море. Ведь вы перейдете Иордан, чтобы завладеть землей, которую Господь, Бог ваш, дает вам. Завладейте ею и живите там, и остерегайтесь, чтобы соблюдать все законы и правила, которые я даю вам сегодня. Глава двенадцатая. Вот законы и правила, которые вы должны будете соблюдать в стране, которую Господь, Бог ваш, дает вам во владение во все дни, что живете вы на земле. Уничтожьте все те места, где народы, чьей землей вы завладеваете, служили своим богам на высоких горах, на вершинах и под каждым раскидистым деревом. Разбейте их жертвенники, сломайте их каменные плиты, священные столбы сожгите огнем, и стуканы их богов порубите на куски и сотрите память о них из этого места. Господу, Богу вашему, служите по-другому. Обращайтесь к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, из наделов всех ваших колен, чтобы водворить там свое имя, и приходите туда. Там будете вы приносить жертву всесожжения и пиршественные жертвы, десятину и приношения, жертвы по обету и добровольные жертвы, первенцев крупного и мелкого скота. Вкушайте их там перед Господом и радуйтесь вместе с семьями всему, что произвели ваши руки и чем благословил вас Господь. Не поступайте так, как мы поступаем здесь, когда каждый делает, что считает нужным, ведь вы еще не пришли к месту покоя и наследия, которое дает вам Господь, Бог ваш. Вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь дает вам во владение, и он избавит вас от всех врагов вокруг, и вы будете жить в безопасности. Тогда приходите в то место, что изберет Господь Бог ваш, чтобы выдворить там свое имя, и приносите там жертвы, о которых я вам даю повеление, жертвы всесожжения и пиршественные жертвы, десятину и приношения, и отборные жертвы по обетам, которые вы даете Господу. И веселитесь перед Господом, вы сами, ваши сыновья и дочери, ваши рабы и рабыни, или вид, живущий с вами, потому что у него нет своей доли на дело, как у вас. Берегись, не приноси жертвы всесожжения, где попало, но в месте, которое изберет Господь в наделе одного из колен Израилевых, приноси жертвы всесожжения и делай все, что я тебе повелел. Однако можешь сколько угодно резать скот и есть мясо, благословив Господа, Бога твоего, который дал тебе его, в любом месте, где ты живешь. Мясо могут есть и чистые, и нечистые, как едят косулю или оленя. Только крови не употребляйте в пищу, проливайте ее на землю, как воду. Нельзя употреблять в пищу у себя дома десятину от хлеба, молодого вина и оливкового масла, мясо первенцев мелкого и крупного скота, мясо жертв по обету, добровольных жертв и приношений. Но ешь это все перед Господом в том месте, которое изберет Господь, Бог твой, ты сам, твой сын, твоя дочь, твой раб, твоя рабыня и левит, что живет с тобой. И радуйся перед Господом всему, что произвели твои руки. Берегись, не покидай левита все дни, что ты живешь на земле. Когда расширит Господь твои пределы, как Он тебе обещал, и ты скажешь, поесть бы мне мясо, потому что тебе захочется поесть мясо, можешь есть мясо, сколько хочешь. Если далеко будет тебе добираться до места, которое изберет Господь Бог твой, чтобы водворить там свое имя, режь крупный и мелкий скот, который я дал тебе, так, как я тебе приказал, и ешь его у себя дома, сколько хочешь. Только ешь его, как едят косулю или оленя. Чистый и нечистый могут есть это вместе. Крепись только, не употребляй в пищу кровь, потому что кровь – это сама жизнь, нельзя есть мясо вместе с самой жизнью. Не употребляй ее в пищу, выливай на землю, как воду. Не употребляй ее в пищу, чтобы хорошо было тебе и твоему потомству после тебя, если ты будешь делать то, что угодно Господу. Только священные приношения, а также жертвы по обету, приноси с собой в то место, что изберет Господь. Жертвы всесожжения, мяса и кровь должны приноситься на жертвенники Господа, Бога твоего, и кровь пиржественных жертв проливай на жертвенник Господа, Бога твоего, а мясо ешь. Слушайся всего, что я велю тебе, чтобы навеки стало хорошо тебе и твоим потомкам, что будут жить после тебя, если ты будешь делать хорошее, угодное Господу. Когда Господь, Бог твой, истребит народы, чьей землей ты придешь завладеть, и ты завладеешь ею, и поселишься в их стране, берегись, чтобы не попасть после их уничтожения в ловушку, и не расспрашивай об их богах, мол, как эти народы служили своим богам, я тоже буду так служить. Не поступай так с Господом, Богом твоим, потому что все мерзости, которые ненавидит Господь, они исполняли для своих богов, даже своих сыновей и дочерей они сжигали в жертву своим богам. Глава тринадцатая. Все, что я велю, исполняйте. Не добавляйте к этому ничего и не убавляйте. Если среди вас появится пророк или сновидец и покажет вам знак или знамение, и исполнится этот знак или знамение, и он скажет, что это значит, пойдем за другими богами, которых вы не знали, и им послужим, то не слушайся этого пророка или сновидца, потому что испытывает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, правда ли вы любите Господа, Бога вашего, всем сердцем и всей душой. За Господом, Богом вашим, ходите, Его почитайте, Его веления исполняйте, Его слушайтесь, Ему служите и Ему верно следуйте. А того пророка или сновидца предайте смерти, потому что он лгал против Господа, Бога вашего, который вывел вас из земли египетской и выкупил из дома рабства, и говорил это, чтобы сбить тебя с пути, по которому велел тебе идти Господь, Бог твой, и истребить зло среди вас. Если будет тебя тайно подталкивать твой брат, сын твоей матери, или твой сын, или дочь, или любимая жена, или задушевный друг, пошли, мол, послужим другим богам, которых не знал ни ты сам, ни твои предки, богам народов, живущих вокруг нас, близко или далеко, от края земли и до края. Не соглашайся с ним, не слушайся его, не жалей его, не щади и не прикрывай, но убей его. Первым нанеси удар ты, а потом уже весь народ, изоброся его камнями до смерти, потому что он хотел отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И все израильтяне это услышат и увидят, и не будут больше делать таких злых дел среди вас. Если ты услышишь об одном из городов, которое Господь, Бог твой, дает тебе для жизни там, что появились там негодные люди, которые совращают жителей города, пойдем, мол, послужим другим богам, которых вы не знаете. Хорошенько расследуй, разузнай и расспроси об этом деле. И если все окажется правдой, действительно, случилась такая мерзость среди вас, перебей жителей этого города мечом, подвергни заклятию сам город и все, что в нем есть, и скот тоже перебей мечом, а все добытое собери на середину городской площади и полностью сожги город и все добытое там ради Господа, Бога твоего. И пусть город навеки останется курганом и больше не будет отстроен. И пусть у тебя в руках ничего не останется из заклятого, чтобы остыл гнев Господень, и он помиловал и пожалел тебя, и сделал вас многочисленными, как он поклялся твоим предкам, потому что послушался ты Господа, Бога твоего, исполняя все его повеления, которые я даю тебе сегодня, и поступил, как это угодно, Господу, Богу твоему. Глава 14. Сыновья бы, Господу, Богу вашему, не наносите себе порезов и не выстригайте волосы на лбу в знак скорби по умершему, потому что ты народ, святой для Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь быть народом, особым достоянием среди всех народов на земле. Никакой мерзости не ешь. Вот животные, мясо которых вы можете есть. Вол, овца, коза, олень, газель, косуля, дикая коза, пигарк, антилопа, серны. Любое животное, у которого копыта раздвоены и разделены пополам, и которое отрыгивает жвачку, можно есть. Однако, из тех, что отрыгивают жвачку и имеют раздвоенные копыта, нельзя есть мясо верблюда, зайца и дамана. Они, хоть и отрыгивают жвачку, но раздвоенных копыт не имеют, нечисты они для вас. И свинья, хоть и имеет раздвоенные копыта, но жвачки не отрыгивает, нечиста она для вас, ее мясо не ешь и к туши не прикасайся. Из обитателей вод употребляйте в пищу тех, у которых есть чешуя и плавники, а не имеющих чешуи и плавников в пищу не употребляйте, нечисты они для вас. Любую чистую птицу вы можете есть, а нельзя есть мясо орла, бородача и игрета, коршуна, сокола, разного рода стервятников, разного рода воронов, филина, страуса, чайки, разного рода ястребов, неясоти, совы, ибиса, пеликана, грифа, кармарана, аиста, цапли разного вида, удода и летучие мыши, и всякое летучее насекомое тоже для вас нечисто, не ешьте его, но всякую чистую птицу можете есть. Не ешьте падали, отдавайте ее пришельцу, который живет с вами, и пусть он ее ест, или продавайте наплеменнику, ведь народ ты святой у Господа, Бога твоего. Не вари, козленка, в молоке его матери. Из года в год отделяй десятину со всего урожая твоих посевов, что всходит на поле, и ешь перед Господом в том месте, что он изберет, чтобы водворить там свое имя, десятину хлеба, вина и оливкового масла, и мяса крупного и мелкого скота, чтобы научился ты почитать Господа, Бога твоего, всю свою жизнь. А если слишком далеко будет тебе идти до места, которое изберет Господь, чтобы водворить там свое имя, и не сможешь отнести туда десятину, ибо благословит тебя Господь Бог твой большим урожаем. Замени ее серебром. Зажми серебро в руке и иди к тому месту, что изберет Господь Бог твой. Покупай на это серебро все, чего пожелает твоя душа, мелкий и крупный скот, вино и шехар, все, чего не попросит твоя душа. И ешь перед Господом, Богом твоим, и веселись, ты сам и твоя семья. А левита, который живет с тобой, не покидай, потому что нет у него доли и на дело, как у тебя. Каждые три года выноси всю десятину с урожая этого года и клади в том месте, где ты живешь. И придет левит, ведь нет у него доли и на дело, как у тебя. И пришелец, и сирота, и вдова, живущая с тобой. И пусть поедят и насытятся, чтобы благословил тебя Господь Бог твой во всех делах, что ты делаешь. Глава пятнадцатая. Каждые семь лет совершай отпущение долгов. Вот что такое отпущение долгов. Пусть каждый взаимодавец отпускает долг своему соплеменнику и не взыскивает со своего брата, своего соплеменника, ведь объявлено прощение долгов перед Господом. Сына племенника можешь взыскивать долг, а своему брату долг отпусти. При этом среди вас не должно быть нищих, потому что благословит тебя Господь на земле, которую дает тебя во владение. Только слушайтесь Господа Бога своего, соблюдайте и исполняйте все заповеди, что я даю вам сегодня. Потому что Господь благословил тебя, как обещал, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам брать взаймы не будешь, и будешь управлять многими народами, а тобой управлять не будут. Если найдется нищий среди твоих братьев в одном из городов в стране, которую Господь дает тебе, не ожесточай сердце против него и не отказывай своему нищему брату. Но будь щедр и дай ему взаймы столько, сколько ему нужно, сколько ему не хватает. Берегись, не допускай подлые мысли, мол, приближается седьмой год, год отпущения, чтобы ты не глядел дурно на своего нищего брата и не отказал ему, а то он взовет о тебе к Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы без злой мысли, потому что за это благословит тебя Господь Бог твой во всех твоих делах и предприятиях, потому что не переведутся нищие в стране, потому я и велю тебе быть щедрым с братом твоим, бедняком и нищим в твоей земле. Если продадут тебе в рабство брата твоего, еврея или еврейку, пусть он служит тебе шесть лет, а на седьмой год отпусти его. А когда будешь отпускать, то не отпускай с пустыми руками, а дари его мелким скотом, хлебом и вином. Дай ему то, чем благословил тебя Господь, Бог твой. И помни, что рабом был ты в земле египетской и выкупил тебя Господь, Бог твой. Посему я велю тебе делать это. А если он скажет тебе, не уйду от тебя, так как полюбил он тебя и твою семью, потому что ему у тебя хорошо, возьми шило, проколи ему ухо, прижав к двери, и будет он тебе рабом навеки. И с рабыней поступай так же. Пусть тебе не покажется трудным отпускать его на волю, потому что за шесть лет он обошелся тебе вдвое дешевле, чем наемный работник, и благословит тебя Господь Бог твой во всех твоих делах. Всех первенцев мужского пола, крупного и мелкого скота, которые родятся у тебя, посвящай Господу, Богу твоему. Не паши на первенцы среди волов и не стриги первенца среди мелкого скота. Ешь их мясо перед Господом Богом твоим каждый год в том месте, которое изберет Господь, ты сам и твоя семья. А если будет у него порог, будет он хромым или слепым или с другим каким изъяном, не приноси его в жертву Господу, Богу твоему. Ешь его мясо у себя, чист ты или нечист, как едят мясо косуль и оленей. Только его кровь не употребляй в пищу, на землю проливая ее как воду. Глава шестнадцатая. Соблюдай месяц Авиф и приноси Господу, Богу твоему, жертву Песах, потому что в месяце Авиф вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта в ночи. Приноси жертву Песах Господу, Богу твоему, мелкий и крупный скот в том месте, что изберет Господь, чтобы водворить свое имя там. Не ешь ее с квасным, семь дней ешь ее с пресными хлебами, хлебом бедности, потому что поспешно вышел ты из земли египетской, чтобы помнил ты день исхода твоего из Египта все дни твоей жизни. Семь дней пусть не видно будет закваски там, где ты живешь, и не оставляй до утра мясо жертвы, которую ты принес вечером первого дня. Жертву Песах нельзя приносить там, где ты живешь, в одном из мест, которое дает тебе Господь Бог твой. Но в то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы водворить там свое имя, приди и приноси жертву Песах вечером при заходе солнца, в годовщину твоего исхода из Египта. Приготовь мясо и ешь его в том месте, которое изберет Господь Бог твой, а утром воротись обратно к себе домой. Шесть дней ешь пресные хлебы, а на седьмой собственное собрание во имя Господа Бога твоего. Не делай никакой работы. Отсчитай семь недель, с начала уборки колосьев начни отсчитывать семь недель, и отмечай праздник седмиц добровольным приношением, смотря по тому, как благословил тебя Господь Бог твой. И веселись перед Господом Богом твоим в том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы водворить там свое имя. Ты сам, твой сын, твоя дочь, твой раб и твоя рабыня, левит, живущий с тобой, пришелец, сирота и вдова, живущая среди вас. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Соблюдай и исполняй эти законы. Праздник шалашей празднуй семь дней, когда соберешь урожай зерна и винограда. И веселись в праздник. Ты сам, твой сын, твоя дочь, твой раб и твоя рабыня, левит, пришелец, сирота и вдова, живущая с тобой. Семь дней празднуй во имя Господа Бога твоего на том месте, которое изберет Господь Бог твой, потому что благословит тебя Господь Бог твой урожаем и всяким произведением твоего труда, так что тебе останется только веселиться. Три раза в год пусть предстают все мужчины перед Господом на том месте, которое он изберет. В праздник пресных хлебов, в праздник седмиц и в праздник шалашей, и пусть не приходят с пустыми руками. Каждый пусть принесет подарок, смотря по тому, как благословит тебя Господь. Поставь судей и надзирателей во всех городах, которые дает тебе Господь, Бог твой, для твоих колен, и пусть судят народ справедливым судом. Не суди криво, не взирай на лица и не бери приношений, потому что приношение ослепляет глаза мудрых и искажает слова невиновных. Только к справедливости стремись, чтобы жить тебе и завладеть землей, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не сажай Ашеру никаких деревьев возле жертвенника Господа, Бога твоего, который ты себя построишь, и не ставь каменных плит. Господь, Бог твой, это ненавидит. Глава семнадцатая Не приноси в жертву Господу Богу твоему волов и мелкий скот с изъяном любым пороком, потому что это мерзко для Господа. Если среди вас в одном из ваших селений, что дает тебе Господь Бог твой, найдется мужчина или женщина, которые творят неугодное Господу Богу твоему и нарушают его завет, служат чужим Богам и поклоняются им, солнцу, луне или всему небесному воинству, чего я им делать не велел, когда тебе об этом сообщат, выслушай и хорошо расследуй это дело. Если окажется, что это правда, действительно произошла такая мерзость в Израиле, выведи того мужчину или ту женщину, что сделали это зло городским воротом и забросайте их камнями до смерти. Казните их по показанию двух или трех свидетелей, по показанию лишь одного свидетеля не совершайте казни. Свидетели пусть бросают камни первыми, а потом уже весь народ. Так истребишь ты у себя зло. Если тебе непонятно будет, как судить дело по поводу либо кровопролития, либо судебной тяжбы, либо телесного увечья, и у вас в городском суде об этом будут споры, встань и иди к тому месту, которое изберет Господь Бог твой. Ты придешь к священникам левитам и к судье, который будет в те времена, и спросишь их, а они тебе скажут, как здесь надо судить. И действуй в соответствии с тем, что тебе скажут в том месте, что изберет Господь, и поступай строго в соответствии с тем, как они тебя научат. Поступай в соответствии с тем наставлением, которое они тебе дадут, и с тем постановлением, которое они тебе вынесут. Не отклоняйся ни на самую малость от того, что они тебе скажут. А тот, кто намеренно слушается священника, состоящего там на службе у Господа Бога твоего, или судью, должен быть казнен, и ты истребишь зло в Израиле, и весь народ услышит и увидит, и не будет больше поступать злонамеренно. Когда придешь ты в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, завладеешь ею, поселешься там и скажешь, поставлю над собой царя, подобно всем народам, живущим вокруг меня. Тогда ставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, ставь себе царя из своих братьев, нельзя тебе ставить царем иноплеменника, который не из твоих братьев. Только пусть не заводит себе много коней и не возвращает народ в Египет ради еще большего числа коней, ведь Господь сказал вам, больше этим путем не возвращайтесь. И пусть не заводит себе много жен, чтобы не совратиться, и серебра, и золото тоже пусть не заводит себе много. Когда же он сядет на царский престол, пусть напишет себе список с этого наставления в присутствии священников левитов, и пусть этот список будет с ним, и пусть он читает его всю жизнь, и учится почитать Господа, Бога своего, и выполнять все, что сказано в этом наставлении, все эти законы, чтобы не возгордился он, не вознесся над своими братьями, и не отклонялся от этих повелений, и дабы долго пробыл он на своем престоле, он сам и его потомки среди народа Израиля. Глава 18. У священников левитов, у всего колена леви, не будет доли и надела, как у остального Израиля, они будут кормиться от жертв Господу, сжигаемых на огне, это их надел, не будет у них надела среди братьев, Господь их надел, как Он им сказал. Вот правила, касающиеся священников. Народ, приносящий пиршественные жертвы, волов или мелкий скот, будет отдавать священнику плечо, челюсти и сычуг. Отдавай ему первинки зерна, вина и оливкового масла, и первинки овечьей шерсти отдавай ему, потому что его избрал Господь, Бог твой, из всех твоих колен стоять и служить имени Господнему, его самого и его потомков во все времена. Левит из любого города Израиля, где он живет, может прийти по желанию в то место, которое изберет Господь, и служить имени Господа, Бога своего, вместе со всеми своими братьями-левитами, предстоящими там перед Господом. Каждый из левитов будет получать равную долю еды, вне зависимости от полученного от продажи родового имущества. Когда придешь ты в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не обучайся мерзостям, которые творят эти народы. Пусть никто у вас не посылает сыновей и дочерей в огонь, пусть не будет у вас волшебников, гадателей, ворожей и колдунов, заклинателей, вещанов, ведунов и вопрошателей мертвых, ибо мерзость для Господа все, кто этим занимается. И из-за этой мерзости Господь Бог твой изгоняет эти народы перед тобой. Беспорочен будь перед Господом Богом твоим, потому что эти народы, чьей землей ты завладеешь, слушаются гадателей и волшебников, а насчет тебя Господь Бог твой определил иначе. Пророка вроде меня поставит Господь Бог твой из вашей среды, из твоих братьев, его и слушайся. Ведь ты попросил Господа Бога твоего в Хореве в день собрания. Не хотим, мол, больше слышать голос Господа Бога нашего и видеть этот великий огонь, чтобы не умереть нам. И сказал мне Господь, правильно они говорят, я поставлю им пророка из их братьев, такого, как ты, и вложу свои слова ему в уста, и пусть говорит им все, что я велю. И если кто-нибудь не будет слушаться того, что он говорит от моего имени, я с него взыщу. Но если пророк намеренно будет говорить от моего имени вещи, которые я ему не велел говорить, или будет говорить от имени других богов, такой пророк должен быть казнен. А если ты спросишь, откуда я буду знать, что из этого господь не говорил. Если то, что говорит пророк от имени господа, не произойдет и не осуществится, значит, господь этого не говорил. Пророк это сказал злонамеренно, не страшитесь его. Глава девятнадцатая. Когда господь, бог твой, истребит народы, чью землю господь, бог твой, дает тебе, и ты завладеешь ею и поселишься в их городах и домах, выдели себе три города в стране, которую господь бог твой дает тебе во владение. Измерь расстояние и раздели на три части землю, которую дает тебе во владение господь бог твой, так что всякий убийца сможет бежать в эти города. Туда может бежать и жить тем убийца, который убил другого человека непреднамеренно, без давней ненависти. Например, пошли два человека в лес рубить дрова, и один размахнулся топором, чтобы срубить дерево, и железо сорвалось с рукоятки и убило другого. Такой человек может убежать в один из этих городов и жить там, чтобы мститель-кровник сгоряча не побежал за ним, не догнал на дальней дороге и не убил его, ведь ему не положено умирать, потому что к убитому у него не было давней ненависти. Поэтому я и велю тебя отделить три города. Если же Господь Бог твой расширит твои пределы, как клялся он твоим предкам, и даст тебе всю землю, по поводу которой он говорил, что даст ее твоим предкам, если будешь ты соблюдать и исполнять целиком ту заповедь, которую я даю тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить его путями все дни, добавь к этим трем городам еще три. И пусть не проливается невинная кровь в стране, которую Господь Бог твой дает тебе во владение и не будет на тебе крови. А если кто-нибудь, ненавидя другого человека, будет подстерегать его, нападет на него, убьет его, и тот умрет, и убийца бежит в один из этих городов, пусть пошлют за ним старейшины его города, заберут его оттуда, отдадут его кровному мстителю, и он умрет. Не жалей его, смой с Израиля невинную кровь, и будет тебе хорошо. Не передвигай пограничных столбов твоего соседа, установленных в прежние времена, в наделе своем, который ты получишь в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение. Нельзя осуждать за преступление или грех на основе показаний одного свидетеля, нужны два свидетеля или три. Если против кого-нибудь выступит свидетель злонамеренный, чтобы оговорить того человека, пусть оба тяжущихся предстанут перед Господом, перед священниками и судьями, которые будут в те дни, и судьи разберутся как следует. Если это лжесвидетель, оговоривший брата своего, то поступите с ним так, как он замышлял поступить со своим братом и истребите зло среди вас, а остальные услышат и увидят и больше не будут творить такого зла среди вас. Не проявляй жалости, жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Глава двадцатая И случился там один негодяй по имени Шева, сын Бихри из колена Бениамина, который протрубил в рог и сказал, нет нам доли у Давида и на дело у сына Ишая, по домам Израиль. Все израильтяне ушли от Давида и пошли за Шевой сыном Бихри, а люди Иуды от Иордана до Иерусалима по-прежнему поддерживали царя. И пришел Давид к себе во дворец в Иерусалим и взял царь десять наложниц, которых оставил, чтобы стеречь дворец, и поместил их в особый дом под стражу и снабжал их всем необходимым, но к ним не входил. И они до самой смерти были как вдовы при живом муже. И сказал царь Амасе, созови мне людей Иуды и вернись сюда через три дня. И пошел Амаса сзывать людей Иуды и опоздал к назначенному сроку. И сказал Давид Авишаю, Шива, сын Бихри, принесет нам еще больше зла, чем Авшалом. Бери моих слуг и преследуй его, чтобы он не занял укрепленные города и не ускользнул от нас. И последовали за Иоавом его люди, керетяне и пелетяне, и все могучие воины, и вышли из Иерусалима, преследуя Шиву, сына Бихри. Они добрались до большого камня, что в Гевионе, а навстречу им шел Амаса, а Иоав был припоясан мечом, лежавшим в ножнах, который легко можно было вытащить. И сказал Иоав Амасе, «Все ли хорошо у тебя, брат мой?» И схватился правой рукой за бороду Амасы, чтобы его поцеловать, а Амаса не обратил внимания на меч в руке Иоава. Иоав ударил его мечом в живот и внутренности выпали на землю. Второго удара он не наносил, потому что Амаса был мертв. А Иоав вместе со своим братом Авишаем продолжали преследовать Шиву, сына Бихри. Один из слуг Иоава стоял над телом Амасы и говорил, «Кто за Иоава и Давида, следуйте за Иоавом». А Амаса лежал в луже крови на дороге. Тот человек боялся, что войско остановится и столкнул Амасу с дороги и набросил на него одежду, увидев, что все проходящие останавливаются. Когда Амасу оттащили от дороги, все бросились за Иоавом преследовать Шиву, сына Бихри. Они прошли земли всех колен Израиля и дошли до Авеля Бет-Маахи и земли беретян, и жители этих мест собрались и пошли за ними. И пришли и осадили Авель Бет-Мааха, насыпали вал и начали подкапываться под стену, и все войско, что с Иоавом, принялось разрушать стену. А одна мудрая женщина закричала из города «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, подойди сюда, я с тобой поговорю». И он подошел, и женщина сказала «Ты Иоав?» И он ответил «Я». И она ему сказала «Послушай слова своей рабыни». А он ответил «Я слушаю». И она сказала «В прежние времена говорили, спросите в Авеле, и так решали вопросы. «Наш город один из самых мирных и верных в Израиле. Ты хочешь разрушить такой большой город? Зачем уничтожать наследие Господне?» И отвечал Иоав «Упаси Боже, я ничего не собираюсь разрушать. Дело не в этом. Есть такой Шева, сын Бихри, из гор Ефраима, который поднял руку на царя Давида. Отдайте нам его, и мы отсюда уйдем». И сказала женщина Иоаву «Его голову я тебе переброшу через стену». И обратилась женщина ко всему народу с мудрой речью, и отрубили Шеве, сыну Бихри, голову и перебросили Иоаву, а он затрубил в рог, и народ разошелся по домам, а Иоав вернулся к царю в Иерусалим. Иоав снова стал начальником над всем израильским войском, а Беная сын Еояды над керетянами и пелетянами, а Дорам отвечал за трудовую повинность, а Йошефат сына Хилуда был глашатаем, Шева был песцом, от садок и в Ятар священниками, и рай еретянин тоже был священником при Давиде. Глава двадцать первая. Если на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение, ты найдешь мертвое тело убитого за городом, и неизвестно, кто его убил, пусть выйдут старейшины и судьи и измерят расстояние до городов вокруг мертвого тела. Из города, который ближе всего к мертвому телу, старейшины пусть выведут Телицу, на которой не работали и которая не была под ермом. И пусть старейшины этого города отведут Телицу к сильному потоку, где земля не бывает обработана и засеяна. И в этой долине пусть проломят Телицы затылок. И пусть подойдут священники, потомки Леви, которых избрал Господь Бог Твой служить Ему и благословлять именем Господнем. И по их слову решаются все тяжбы и все дела. И все старейшины того города, стоявшие близко от мертвого тела, умоют руки над Телицей, забитой в долине, и засвидетельствуют. Руки наши не проливали этой крови, и глаза наши этого не видели. Очисти народ Своя Израиль, который искупил Ты, Господь. Не допусти невинной крови среди народа Твоего, Израиля, и пусть они очистятся от крови. А Ты смой невинную кровь среди Вас, потому что поступки Твои должны быть угодны Господу. Если пойдешь ты на войну с врагами и даст их Господь Бог Твой тебе в руки, и ты возьмешь пленных, и увидишь красивую женщину, и ты пожелаешь ее, и возьмешь себя в жены, отведи ее к себе домой, и пусть побреет голову и подстрижет ногти, и снимет одежду, в которой была взята в плен, и оплакивает отца и мать целый месяц. После этого можешь войти к ней и овладеть ею, и станет она тебе женой. Если же она тебе не понравится, отпусти ее, а за серебро не продавай, не торгуй ею, потому что ты ее принудил. Если у кого будет две жены, одну он любит, а другую нет, и обе, любимые и нелюбимые, родят сыновей, а старший сын будет от нелюбимой, то, когда он будет наделять сыновей наследством, то не сможет дать предпочтение сыну любимой перед первенцем, сыном нелюбимой. Именно первенца, сына нелюбимой, он должен признать первенцем и дать ему вдвое больше, чем остальным из всего своего имущества, так как это начаток его силы, и ему принадлежит право старшинства. Если у кого будет сын непутевый и строптивый, который не слушается отца и матери, а они его вразумляли, но он все равно не слушался, пусть его схватят отец и мать и выведут к старейшинам к городским воротам и скажут городским старейшинам, наш сын обжора и пьяница, он нас не слушается, и пусть его забросают камнями до смерти все жители города, и ты истребишь у себя зло, а все израильтяне услышат и устрашатся, а если кто согрешит смертным грехом, будет убит и повешен на дереве, не оставляй его труп на дереве на ночь, но похорони его в тот же день, потому что повешенный проклятие Божье, не оскверняй свою землю, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Глава 22. Если ты видел вола или овцу, пропавших у твоего брата, не смотри на это безучастно, верни их ему, а если владелец живет далеко или ты не знаешь, кто это, загони вола или овцу к себе и пусть живет у тебя, пока не придет за ними владелец, тогда и вернешь. Так же поступай с чужим ослом, с чужой одеждой или любой другой пропажей у твоего брата. Если найдешь что-то, не смотри безучастно, верни ему. Если вол или осел твоего брата упадет на дороге, не смотри на это безучастно, помоги ему их поднять. Женщина не должна носить мужского облачения, и мужчина не должен надевать женского платья. Мерзость для Господа Бога твоего каждый, кто так поступает. Если в пути увидишь ты на дереве или на земле гнездо, и в нем птенцы или яйца, а на птенцах или на яйцах сидит мать, не забирай мать вместе с детьми. Мать прогони, и тогда забирай детей, чтоб тебе было хорошо, и ты прожил долго. Когда будешь строить новый дом, сделай ограду на крыше, чтобы не было на твоем доме крови, если кто-нибудь оттуда упадет. Не засевай виноградник семенами другого вида, чтобы не попали под запрет плоды твоих семян и твоего виноградника. При пахоте не запрягай вола и осла вместе. Не надевай одежду, в которой шерсть и лен сотканы вместе. Сделай четыре кисти по краям одежды, которую ты носишь. Если кто возьмет жену, войдет к ней, и она ему не понравится, и он начнет на нее возводить поклеп и оговаривать ее, мол, я взял эту женщину в жены и вошел к ней, и я не нашел у нее девственности, тогда отец и мать девушки пусть вынесут доказательства ее девственности городским воротам к старейшинам, и пусть отец девушки скажет старейшинам, свою дочь я отдал этому человеку, и она ему не понравилась, и вот он возводит на нее поклеп, мол, не нашел я девственности у твоей дочери, и вот доказательства ее девственности, и пусть расстелет ткань перед городскими старейшинами, и возьмут жители города этого человека и проучат его, и накажут его пений в сто шекелей серебра, и отдадут их отцу девушке, потому что оклеветал тот человек девицу в Израиле, а она останется его женой, и всю жизнь не сможет он с ней развестись. Но если это окажется правдой, и не было девственности у девушки, пусть поставят ее у входа в отцовский дом, и жители города забросают камнями до смерти, потому что мерзость она творила, распутничая в отцовском доме, и истреби у себя зло. Если какой-нибудь мужчина ляжет с замужней женщиной, пусть умрут оба, мужчина, что лег с женщиной, и сама женщина, и истреби зло в Израиле. Если девицу, обрученную с мужчиной, в городе встретит другой мужчина и ляжет с ней, вы ведите к городским воротам и забросаете камнями обоих. Девушку за то, что в городе не звала на помощь, а мужчину за то, что он обесчестил чужую жену и истребил себя зло. Если же мужчина встретит обрученную девицу в безлюдном месте за городом, схватит ее и ляжет с ней, умереть должен только тот мужчина, что лег с ней. А девушке ничего не делай. Нет на девушке смертного греха, ведь это все равно, что убийство, потому что он встретил ее в безлюдном месте. Обрученная девушка звала на помощь, а помочь было некому. Если мужчина встретит девицу, которая не была обручена, схватит ее и ляжет с ней, и это обнаружится, пусть мужчина даст отцу девушке пятьдесят шекелей серебра, и она станет ему женой за то, что он обесчестил ее, и он не сможет развестись с ней всю жизнь. Глава двадцать третья. Пусть никто не берет жену отца себе в жены, не поднимает край одежды отца. Человек с раздабленными яичками или отрезанным членом не может войти в собрание Господня. Рожденный от запрещенной связи не может войти в собрание Господня, даже его потомки в десятом поколении не смогут войти в собрание Господне. Амманитянин и Моавитянин не могут войти в собрание Господне, даже их потомки в десятом поколении не смогут войти в собрание Господне вовеки, потому что не встретили вас по дороге с хлебом и водой, когда выходили вы из Египта, и наняли Белиама, сына Биора, из Петора, что в Арам на Араеме, чтобы проклясть вас. Но не захотел Господь Бог ваш слушать Белиама и обратил проклятие в благословение, потому что любит вас Господь Бог ваш. Никогда всю свою жизнь не желай им добра и благополучия. Не гнушайся и домитянинам, потому что он брат твой, и египтянинам не гнушайся, потому что ты был пришельцем у него в стране. Их потомки смогут войти в собрание Господне в третьем поколении. должна быть лопатка. Когда присядешь снаружи, вырой потом ямку и засыпь нечистоты. Ибо Господь, Бог твой, ходит по стану, помогая тебе и отдавая врагов тебе в руки. И да будет стан твой свят, чтобы он не увидел там ничего постыдного и не отвернулся от тебя. Не выдавай хозяину раба, который прячется у тебя от своего хозяина. Пусть живет с тобой среди вас, в том месте, которое сам выберет из ваших городов, там, где ему лучше. Не обижай его. Среди дочерей Израиля не должно быть блудниц присвятилища, а среди сынов Израиля блудников присвятилища. Не приноси выручку продажной женщины и плату за собаку в дом Господа Бога твоего, как жертву по обету, ведь мерзость для Господа Бога твоего и то, и другое. Не давай своему брату в рост ни денег, ни еды и ничего, что можно дать в рост. И наплеменнику давай в рост, а своему брату в рост не давай, чтобы благословил тебя Господь Бог твой во всех деяниях твоих рук на земле, которые ты пришел завладеть. Если дашь ты обет Господу Богу своему, не задерживай его исполнение, востребует его с тебя и будет на тебе грех. А если обета давать не будешь, не будет на тебе греха. Держи слово и выполняй то, что добровольно обещал Господу Богу своему и произнес сам вслух. Заходя в чужой виноградник, можешь есть виноград досыта, сколько душа пожелает, а в сосуды не собирай его. Заходя на чужое хлебное поле, можешь нарвать колосьев сколько хочешь, только серпом не жни чужую жатву. Глава двадцать четвертая. Если кто возьмет жену и овладеет ею, а она ему не понравится, потому что он в ней найдет что-то постыдное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отправит прочь из дома. Если выйдет она из его дома и пойдет прочь и станет женой другого мужа и не взлюбит ее второй муж и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отправит ее прочь, или если второй муж, который на ней женился, умрет, то первый муж, который развелся с ней, не сможет взять ее в жены после того, как она осквернилась, потому что это мерзость перед Господом. Не совершай греха в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в надел. Если кто взял себе жену недавно, он не должен идти в поход, и ничего нельзя на него возлагать. Пусть пробудет дома год и веселит жену, которую взял. Не бери в залог верхний и нижний жернов ручной мельницы, это все равно, что брать в залог жизнь. Если кто похитит человека из братьев своих, из сынов Израиля, поработит его и продаст, укравший должен умереть, и ты истребишь у себя зло. Бойся проказы, исполняй все, что велят тебе священники левиты, соблюдайте то, что я им велел. Помни, что сделал Господь Бог твой смирьям по дороге, когда выходили вы из Египта. Если ты дашь другому человеку что-нибудь взаймы, не ходи к нему домой забирать залог. Постой на улице, и человек, которому ты дал взаймы, сам вынесет тебе свой залог. А если он человек бедный, не оставляй его залога у себя на ночь, верни ему залог на закате, и он сможет лечь спать в своей одежде и благословит тебя, и ты будешь праведен перед Господом Богом твоим. Не притесняй наемного рабочего, бедняка и нищего из твоих братьев или из пришельцев, живущих в твоей земле, в твоем городе. Плати ему вовремя, до захода солнца, потому что он беден и нуждается в этой плате, как в жизни, чтобы не возвал он из-за тебя к Господу, и не было на тебе греха. Нельзя казнить отцов за прегрешение сыновей, и сыновей за прегрешение отцов. Каждый пусть умирает за свой грех. Не суди несправедливо пришельцев и сирот, и не бери в залог одежду вдовы. И помни, что рабом был ты в Египте и выкупил тебя оттуда Господь Бог твой. Поэтому я велю тебе так поступать. Когда будешь собирать жатву на поле и забудешь там сноб, не возвращайся за ним. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы благословил тебя Господь Бог твой во всех делах рук твоих. Когда будешь сбивать маслины, не проверяй, что осталось на ветвях, пусть это останется пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь собирать виноград, не подбирай за собой. Пусть то, что осталось, заберут пришелец, сирота и вдова. И помни, что рабом был ты в земле египетской. Поэтому я и велю тебе это исполнять. Глава двадцать пятая. Если случится у людей тяжба, пусть идут на суд, их рассудят, правого объявят правым, а виноватого виноватым. Если виновный заслужил телесное наказание, судья пусть велит его положить и наносить удары в своем присутствии, в зависимости от степени вины. Пусть наносят не больше сорока ударов, больше не надо, чтобы твой брат не стал выглядеть безобразно и не вызвал у тебя презрения. Не завязывай валу рта на таку. Если братья живут вместе, и один из них умер, не оставив сыновей, вдова покойного пусть не выходит замуж за чужого человека, брат мужа пусть войдет к ней и возьмет ее в жены. Старший сын, которого она родит, будет считаться сыном его покойного брата, и имя его не будет стерто в Израиле. Даже тот человек не захочет жениться на жене брата, она должна выйти к воротам, к старейшинам и сказать, брат моего мужа отказывается восстановить имя своего брата в Израиле, не желает жениться на мне, и позовут его старейшина города и поговорят с ним, а он все равно скажет, не хочу я брать ее в жены. Тогда пусть подойдет к нему при старейшинах, снимет башмак у него с ноги, плюнет ему в лицо и скажет. Так поступают с человеком, который не хочет отстроить дом своего брата, и будут его называть в Израиле дом Разутова. Если подерутся двое, а жена одного, защищая мужа от того, кто его бьет, схватит бьющего за срамные части, отруби ей кисть руки, не жалей ее. Не держи у себя в сумке двух гирь разного веса, большего и меньшего, не держи у себя в доме две эфы разного объема, большего и меньшего, да будет у тебя гиря честная и справедливая, и эфа честная и справедливая, чтобы продлились твои дни на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, потому что мерзость для Господа, Бога твоего, всякий, кто так неправедно поступает. Помни, как поступил с тобой Амалек по дороге, когда выходили вы из Египта. Он поджидал тебя у дороги и наполз сзади на отставших и слабых, когда ты был усталым и утомленным, а он не побоялся Бога. Поэтому, когда Господь, Бог твой, даст тебе успокоение от окружающих врагов на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в наследие, и ты взавладеешь ею, сотри память об Амалеке под небесами. Не забудь. Глава 26. Когда придешь ты в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в наследие, завладеешь ею и поселишься в ней, возьми первинки всех плодов, которые приносит тебе земля, данная тебе Господом, Богом твоим, положи их в корзину и иди к месту, которое избрал Господь, Бог твой, чтобы водворить там свое имя. И придешь ты к священнику, который будет в твое время, и скажи ему, сегодня я признаю перед Господом, Богом твоим, что пришел в землю, о которой поклялся Господь нашим предкам, что даст ее нам. И возьмет священник корзину у тебя из рук и поставит ее перед жертвенником Господа, Бога твоего. А ты скажи в присутствии Господа, Бога твоего. Странником арамейцем был мой предок и спустился в Египет и поселился там малым числом людей, но там превратился в народ большой, мощный и многочисленный. И делали нам зло египтяне, унижали нас и заставляли тяжело работать. И воззвали мы к Господу Богу отцов наших и услышал Господь наш вопль и увидел наше унижение, наш труд и угнетение. И вывел нас Господь из Египта сильной десницей и простертой рукой с ужасами великими, чудесами и знамениями. И привел нас на это место и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. Поэтому вот я приношу первинки плодов земли, которые ты мне дал, Господи. Тогда поставь их перед Господом Богом твоим и поклонись Господу Богу твоему и будь рад всему тому благу, которое дает Господь Бог твой, тебе, твоей семье, левиту и пришельцу, что живут с тобой. Когда ты отделишь десятину от урожая на третий год, год десятины, отдай ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, и пусть едят досы у тебя в городе, и скажи перед Господом Богом твоим, я удалил святыню из своего дома и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, согласно твоему повелению, как ты мне велел, не нарушая твоего повеления и ничего не забыл. Я не ел от этого в трауре и не отделял десятину в нечистоте и не давал от нее ничего для мертвых, слушался Господа, Бога моего и делал все, как ты мне велел. Взгляни из обиталища твоей святости с небес и благослови народ свой Израиль и землю, которую дал ты нам, как поклялся нашим предкам, землю, текущую молоком и медом. Сегодня Господь, Бог твой, велит тебе исполнять эти законы и правила. Соблюдай и исполняй их всем сердцем и всей душой. Ты провозгласил Господа сегодня своим Богом, чтобы ходить Его путями и исполнять Его законы, повеления и правила и слушаться Его. А Господь провозгласил тебя своим особым достоянием среди народов, как Он обещал тебе, если ты будешь исполнять все Его повеления. И Он поставит тебя выше всех народов, которые Он создал во имя славы, чести и великолепия. И будешь ты святым народом у Господа, Бога твоего, как Он обещал. Глава 27 И велел Моше и с ним старейшины Израиля народу, соблюдайте все повеления, которые я вам сегодня даю. Когда перейдете вы Иордан и войдете в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, поставьте там большие камни и побелите их известью, и, перейдя Иордан, напишите на них все слова этого наставления, чтобы вошли вы в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, землю, текущую молоком и медом, как пообещал тебе Господь, Бог твоих предков. Когда перейдете вы Иордан, установите эти камни, о которых даю я вам повеление сегодня, на горе Эйваль, и побелите их известью. И построи там Господу Богу твоему жертвенник из камней, не обрабатывая их железными орудиями. Построй жертвенник Господу Богу твоему из целых камней, и принеси там Господу Богу твоему жертвы всесожжения, и принеси там пиржественные жертвы, и пируй, и веселись перед Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова этого наставления подробно и ясно. И сказали Моше и священники левиты всему Израилю, молчи и слушай, Израиль, сегодня ты стал народом для Господа Бога твоего, слушайся, Господа Бога твоего, и исполняй все его повеления и законы, которые мы даем тебе сегодня. И заповедал Моше в тот день народу, перейдя Иордан, одни колена встанут и будут благословлять народ с горы Герезим, Шимеон, Леви, Иуда, Исахар, Йосеф и Беньямин, а другие колена встанут и будут проклинать с горы Эйваль, Реувен, Гат, Ашер, Зевулун, Дан и Нафтали. И пусть левиты провозгласят всем израильтянам громким голосом. Проклят тот, кто сделает литую статую кузнечной работы, мерзость перед Господом, и тайно у себя установит, и да ответит весь народ. Амин. Проклят ругающий отца и мать, и скажет весь народ. Амин. Проклят передвигающий межовый камень у соседа, и скажет весь народ. Амин. Проклят сбивающий слепого с пути, и скажет весь народ. Амин. Проклят несправедливо судящий пришельца, сироту и вдову, и скажет весь народ. Амин. Проклят возлежащий женой отца, потому что он поднял полуодежды отца, и скажет весь народ. Амин. Проклят возлежащий со всяким скотом, и скажет весь народ. Амин. Проклят возлежащий с сестрой по отцу или по матери. И скажет весь народ. Аминь. Проклят, возлежащий с матерью жены. И скажет весь народ. Аминь. Проклят, избивающий другого тайком. И скажет весь народ. Аминь. Проклят, берущий подношения, чтобы казнить невинного. И скажет весь народ. Аминь. Проклят всякий, кто не будет исполнять этого наставления, и скажет весь народ. Амин. Глава 28. Если будете вы послушны Господу, Богу вашему, и станете исполнять все Его повеления, которые я даю тебе сегодня, поставит тебя Господь, Бог твой, выше всех народов земли, и исполнятся для тебя все благословения, если будешь слушаться Господа, Бога своего. Благословен ты в городе и благословен ты в поле. Благословен плод твоего чрева, плод твоей земли и приплод твоего скота, крупного и мелкого. Благословенна твоя корзина и твоя кладовая. Благословен ты, когда приходишь, и благословен, когда уходишь. Пусть Господь поразит народы, идущие на тебя войной. По одной дороге они к тебе придут и по семи дорогам убегут от тебя. Пошлет тебе Господь благословение в твоих житницах и во всех делах твоих рук, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Сделает тебя Господь себе святым народом, как клялся Он тебе, если будешь соблюдать повеление Господа, Бога твоего, и ходить Его путями. И увидят все народы земли, что ты зовешься именем Господним, и будут страшиться тебя. И Господь даст тебе в изобилии плодов твоего чрева, приплода твоего скота и плодов твоей земли, на земле, о которой Господь поклялся предком твоим, что даст ее тебе. Откроет Господь тебе свою добрую сокровищницу, небеса, и даст твоей земле дождя вовремя, и благословит все дела рук твоих, и будешь ты давать взаймы многим народам, а сам взаймы брать не будешь. И сделает тебя Господь головой, а не хвостом. И будешь только наверху и не будешь внизу, если будешь слушаться повеление Господа, Бога твоего, которые я даю тебе сегодня, чтобы ты их соблюдал и исполнял. Не отклоняйся от того, что я велю вам сегодня, ни вправо, ни влево. Не ходи за чужими богами и не служи им. Если же ты не послушаешься Господа, Бога твоего, и не станешь исполнять все его повеления и законы, которые я даю тебе сегодня, пусть настигнут тебя все эти проклятия. Проклят ты в городе и проклят ты в поле. Проклята твоя корзина и твоя кладовая. Проклят плод твоего чрева, плод твоей земли и приплод твоего крупного и мелкого скота. Проклят ты, когда приходишь, и проклят ты, когда уходишь. Да пошлет на тебя Господь проклятие, смятение и неудачу во всех делах твоих рук, во всем, что ты будешь делать, вплоть до твоей скорой погибели и истребления из-за твоих злых поступков, из-за того, что ты оставил меня. Господь нашлет на тебя мор, покуда не вымрешь ты в земле, куда идешь, чтобы завладеть ею. Поразит тебя Господь чахоткой, лихорадкой, воспалением, горячкой, мечом, засухой и ржавчиной, и будут они тебя преследовать, покуда ты не погибнешь. Небо у тебя над головой станет медью, а земля под ногами — железом. Вместо дождя нашлет на тебя Господь прах и пыль с небес. Они будут сыпаться, пока ты не погибнешь. Господь пошлет тебя поражение от врагов. Одним путем ты пойдешь на него, а семью путями побежишь обратно, и станешь ты примером ужаса для всех стран земли. Трупы твои станут пищей для птиц небесных и для скота земного, и никто их не будет отгонять. Поразит тебя Господь египетской моровой язвой и наростами на седарищах, чесоткой и зудом, и не сможешь ты вылечиться. Поразит тебя Господь безумием, слепотой и помрачением разума. И будешь ходить среди бела дня на ощупь, как слепой в темноте. И постигнут тебя неудачи, и будут тебя только грабить и обирать, и никто не придет тебе на помощь. С женой обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь в нем жить. Виноградник посадишь, и не соберешь винограда. Вала твоего зарежут у тебя на глазах, и не сможешь есть его мясо. Осла уведут от тебя, и он к тебе не вернется. Твоих овец угонит враг, и никто не придет тебе на помощь. Твоих сыновей и дочерей заберет другой народ. Ты будешь видеть это, сокрушаться о них, и не сможешь их вернуть. Плоды твоей земли и все, что ты вырастил, поедать будет другой народ, которого ты не знаешь. И всю твою жизнь будут тебя обирать и мучить. То, что будут видеть глаза твои, сведет тебя с ума. Поразит тебя, Господь, язвами на коленях и голенях, от которых не сможешь излечиться. Будешь ты покрыт язвами от головы до ступней. Уведет Господь тебя и царя, которого ты над собой поставишь, к народу, которого не знал ты сам и не знали твои предки. И будешь служить там чужим богам, деревянным и каменным. И станешь поводом для злословия среди народов, чьи земли отправит тебя Господь. Бросишь в землю много зерен, а пожнешь мало, потому что пожрет их саранча. Насадишь виноградники, будешь их обрабатывать, а урожая не соберешь, потому что поедят его черви. По всей твоей земле будут оливковые деревья, а масла выжить не сможешь, потому что оливки опадут. Родишь сыновей и дочерей, но они с тобой не останутся, их уведут в плен. Твои деревья и плоды твоей земли объедят кузнечики. Пришелец, живущий с тобой, будет подниматься над тобой все выше, а ты будешь спускаться все ниже. Он будет давать тебя в долг, а ты ему в долг давать не будешь. Он будет во главе, а ты будешь в хвосте. И постигнут тебя все эти проклятия, и поразят тебя, покуда не будешь ты уничтожен, потому что не слушал ты Господа Бога своего и не исполнял повелений и законов, которые он тебе заповедал. И будут они знаком и знамением тебе и твоему потомству навеки, потому что не служил ты Господу Богу своему с радостью и весельем, благодаря его за изобилие. И будешь ты служить своим врагам, которых нашлет на тебя Господь, голодный, жаждущий, ногой и нищий, и твой враг наденет тебе на шею железное ярмо, покуда не будешь ты уничтожен. Пошлет Господь на тебя народ издалека, с края земли, стремительный, как орел, народ, чей язык ты не будешь понимать, народ дерзкий, не почитающий стариков и не жалеющий молодых. И будет он поедать приплод твоего скота и плоды твоей земли, пока не уничтожит тебя, не оставив тебе зерна, вина и оливкового масла, приплода крупного и мелкого скота, пока не погубит тебя. И будет притеснять тебя во всех твоих городах, покуда не рухнут высокие укрепленные стены, на которые ты рассчитываешь, по всей твоей земле, и возьмет тебя в осаду во всех городах, по всей твоей земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. И ты будешь питаться плодами своего чрева, плотью твоих сыновей и дочерей, которых дал тебе Господь, Бог твой, из-за отчаянной нужды от врагов во всех твоих городах. Даже человек мягкий и изнеженный будет алчно смотреть на своего брата, на любимую жену и на остальных своих детей, которые останутся у него после того, как никому из них не даст он мясо своих детей, которые съест сам, ничего не оставляя, из-за отчаянной нужды от врагов во всех твоих городах. Самая мягкая и изнеженная женщина, которая и коснуться ногами земли и боялась из-за изнеженности, будет алчно смотреть на любимого мужа, на сына и на дочь, и на послед, выходящий у нее между ног во время родов, и на младенцев, которых родит, потому что тайком съест их, лишенная всего из-за отчаянной нужды, которую сотворят враги твоему городу. Если не будешь ты соблюдать сказанного в этом наставлении, написанного в этой книге, и не будешь почитать этого славного и страшного имени Господа, Бога твоего, «Поразит Господь тебя и твое потомство невиданными ударами, ударами великими и неотвратимыми, и болезнями страшными и неизлечимыми, и повернет на тебя все напасти египетские, которых ты страшишься, и они пристанут к тебе, и всякую заразу и бедствие, о которых не написано в этом наставлении, Господь обрушит на тебя, покуда не уничтожит тебя, и останется вас мало от прежнего множества, когда многочисленны вы были, как звезды небесные, потому что не слушался ты Господа, Бога своего». И как радостно сейчас Господу делать вам хорошо и умножать вас, так же радостно Ему будет уничтожать и истреблять вас, и исчезнете вы с земли, в которую ты сейчас идешь, чтобы завладеть ею. И рассеет тебя Господь среди всех народов от края земли и до края, и будешь там служить чужим богам, которых не знал ни ты сам, ни твои предки, богам деревянным и каменным. Но и среди этих народов ты не успокоишься, не будет отдыха твоим ногам, и пошлет тебе там Господь тревогу, тоску и печаль. И жизнь твоя будет висеть на волоске, и будешь бояться день и ночь, и не будет у тебя надежной опоры в жизни. Утром будешь говорить, скорее бы, вечер, а вечером будешь говорить, скорее бы, утро, от страха, который поселится в твоем сердце, и от того, что будут видеть твои глаза. И вернет тебя Господь в Египет на кораблях, по дороге, о которой я сказал, что ты ее больше не увидишь, и будете продавать там себя в рабство, и не найдется покупателя. Вот слова договора, который Господь велел Моше заключить с сынами Израиля в земле Муава, помимо того договора, что он заключил с ними в Хореве. Глава 29. И призвал Моше всех израильтян и сказал им, вы видели все, что сделал Господь на ваших глазах в земле египетской фараону, всем его рабам и всей его стране. Великие бедствия, которые видели вы, и великие чудеса и знамения. Но не дал вам Господь разума, чтобы понять, и глаз, чтобы увидеть, и ушей, чтобы услышать до сего дня. И водил я вас сорок лет по пустыне. Не истрепалась на вас одежда, и не стерлась обувь у вас на ногах. Хлеба не ели вы, вина и шихара не пили, чтобы поняли, что я Господь, Бог ваш. И пришли вы к этому месту, и вышли Сихон, царь Хюжбона, и Ок, царь Башана, навстречу нам на войну, и мы их победили. И взяли мы их землю, и отдали во владение Реувену, Гаду и половине колена Минаше. Так что исполняйте этот договор и соблюдайте его, чтобы добиться успеха во всем, что вы делаете. Все вы стоите сегодня перед Господом, Богом вашим, главы колен, старишины и надзиратели, все мужи израильские, ваши дети и жены и пришелец, что с тобой встанет, от дровосека до водоноса, чтобы ввести тебя в договор, скрепленный клятвой с Господом, Богом твоим, который Господь, Бог твой, заключает с тобой сегодня, чтобы сделал Он тебя сегодня своим народом, а Он будет тебе Богом, как говорил Он тебе, и как клялся твоим предкам, Аврааму, Ицхаку и Иакову. И не только с вами заключаю я сегодня этот договор и закрепляю его этой клятвой, но с теми, кто сегодня с нами стоит перед Господом, Богом нашим, и с теми, кого с нами сегодня нет. Вы же знаете, что мы жили в земле египетской и прошли через земли народов там, где вы прошли, и вы видели их мерзких идолов и их истуканов деревянных, каменных, серебряных и золотых, которым они служат. Чтобы не было среди вас мужчины, женщины, рода или колена, которые сегодня отвернутся от Господа, Бога нашего, чтобы идти и служить богам этих народов, чтобы не было среди вас корня, из которого растет горький яд, и чтобы не нашлось такого человека, который, услышав слова этого заклятия, счел бы себя свободным, произнося про себя, «Со мной все будет хорошо, даже если я буду поступать по своему произволу», и чтобы не погибли сытые вместе с голодными». Господь откажется простить такого человека. Гнев Господень и ревность Господня обрушатся на такого человека и поразит его проклятие, записанное в этой книге, и сотрет Господь его имя из-под небес, и отделит его Господь от всех колен Израилевых в соответствии с условиями клятвы, содержавшейся в этом завете и записанной в этом наставлении, «И скажет последнее поколение ваших потомков, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из далекой страны, увидев все казни, которыми поразил Господь эту землю, серу, соль, пожары, и страна не будет засеяна, и не будет в ней расти трава, как в то время, когда Господь разрушался дом Амару, Адму и Циваим, которое разрушил Господь во гневе и ярости, скажут все народы, «Из-за чего поступил так Господь с этой страной? Откуда такой великий гнев?» И ответят им, «Потому что оставили они завет с Господом Богом их отцов, который Он заключил с ними, когда выводил их из земли египетской». «И пошли они, и стали служить другим богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которыми Он их не наделил. И разгневался Господь на эту страну, и навел на нее все проклятия, записанные в этой книге, и изгнал их Господь со своей земли в гневе, ярости и великом возмущении, и отправил их в другую страну, где они сейчас находятся. «Тайное ведомо Господу Богу нашему, а явное нам и нашим потомкам навеки, чтобы исполнять нам все, что содержится в этом наставлении». Глава 30. «Когда случится с тобой все это, благословение и проклятие, которые я даю тебе, и ты задумаешься об этом, живя среди народов, которым тебя отправит Господь Бог твой, и ты вернешься к Господу Богу своему, и послушаешься Его во всем, что я тебе сегодня велю делать, ты сам и твои потомки, всем сердцем и всей душой, Господь, Бог твой, тоже вернет твоих пленных и помилует тебя, и опять соберет тебя из земель всех народов, среди которых Господь рассеял тебя. Если изгнан ты будешь на край земли, то и оттуда вернет тебя Господь Бог твой, и оттуда заберет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой завладели твои предки, и ты снова завладеешь ею, и станет тебе лучше, и будешь ты многочисленнее, чем твои предки, и сорвет Господь Бог твой шелуху с твоего сердца, из сердец твоего потомства, чтобы любил ты Господа Бога своего всем сердцем и всей душой ради того, чтобы ты жил. А все эти проклятия Господь, Бог твой, обрушит на твоих врагов и ненавистников, которые преследовали тебя. А ты вернешься, и будешь слушаться Господа и выполнять все Его повеления, которые я даю тебе сегодня. И Господь, Бог твой, щедро одарит тебя всеми произведениями твоих рук, плодами твоего чрева, приплодом твоего скота и плодами земли твоей, потому что снова будет Господь радоваться твоему благополучию, как радовался Он благополучию твоих предков, потому что будешь ты слушаться Господа, Бога твоего, исполняя повеления и законы, записанные в книге этого наставления, и вернешься к Господу, Богу своему, всем сердцем и всей душой. Потому что в этих заповедях, которые я даю тебе сегодня, нет ничего далекого и недоступного. Не в небесах они, чтобы говорить, «Разве можно подняться на небо, чтобы забрать их оттуда, понять их и исполнять?» И не за морем они, чтобы говорить, «Разве можно перебраться через море и забрать их оттуда, понять их и исполнять?» Но все это очень близко тебе, у тебя на устах и в сердце, так что ты сможешь это соблюдать. «Вот, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро или смерть и зло, заповедуя тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить Его путями и исполнять Его повеления, законы и правила. И будешь ты жив, и умножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, в земле, овладеть которой ты идешь. Но если отвернетесь вы, и не будете послушны, и отступитесь, и поклонитесь другим богам, и будете им служить, говорю я вам сегодня, что погибнете вы, и долго не проживете на земле, куда ты идешь сейчас, чтобы завладеть ею, переходя Иордан. Беру я сегодня в свидетели небо и землю, жизнь и смерть даю я вам сегодня на выбор, благословение и проклятие. И выбери жизнь, чтобы жить тебе самому и твоему потомству, любя Господа, Бога твоего, слушаясь Его и храня Ему верность, потому что Он — твоя жизнь и долголетие на земле, о которой Господь поклялся Аврааму, Ицхаку и Иакову, что даст ее им. Глава тридцать первая И пошел Моше и говорил все эти слова всему Израилю. И сказал им, мне уже сто двадцать лет, я не могу больше делать свое дело, а Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан. Господь, Бог ваш, пойдет перед вами и уничтожит эти народы перед тобой, и ты завладеешь их землей, и Яшуа пойдет перед тобой, как говорил Господь. И поступит с ними Господь, как Он поступил с Сихоном и Огом, аморейскими царями, которых Он уничтожил, и с их землей. И отдаст их вам Господь, и вы с ними поступите так, как Я вам велел. Крепитесь и мужайтесь, не бойтесь и не страшитесь их, потому что Господь, Бог твой, который идет с тобой, не оставит тебя и не покинет. И позвал Моше Яшуа и сказал ему в присутствии всего Израиля, крепись и мужайся, потому что ты придешь с этим народом в землю, о которой Господь поклялся его предкам, что даст ее им, и ты введешь их во владение ею. А Господь идет перед тобой, Он будет с тобой, не оставит тебя и не покинет тебя, не бойся и не страшись. И записал Моше это наставление и отдал его священникам, сынам Леви, носящим ковчег Завета Господня и всем старейшинам Израиля. И велел им Моше, через семь лет, во время субботнего года, в праздник шалашей, когда весь Израиль предстанет перед лицом Господа, твоего Бога, в том месте, которое Он изберет, прочти это наставление перед всем народом. Собери народ, мужчин, женщин и детей, и пришельца, живущего с тобой, чтобы они послушали и научились почитать Господа, Бога своего, и соблюдать все, что сказано в этом наставлении. А ваши дети, которые этого не знают, послушают и научатся почитать Господа, Бога своего, все дни, что проживете вы на земле, для завоевания которой вы сейчас переправляетесь через Иордан. И сказал Господь Моше, «Вот, пришло тебе время умирать. Позови Яошуа, предстаньте в шатре встречи, и я дам ему указание». И пошел Моше с Яошуа, и предстали в шатре встречи. И явился Господь в шатре в облачном столпе, и встал облачный столб у входа в шатер. И сказал Господь Моше, «Вот, ты присоединишься к своим предкам, а этот народ встанет и начнет блудить с чужеземными богами, богами той земли, в которую он сейчас вступает, и покинет меня, и нарушит завет, который я с ним заключил. И разгневаюсь я на него в тот день, и покину его, и скроюсь от него, а они станут добычей, и обрушатся на них многочисленные несчастья и бедствия. И скажут они в тот день, «Нет среди нас нашего Бога, вот и постигли нас эти несчастья. А я скрою от них лицо в тот день за все то зло, что они совершили, обратившись к другим богам. А теперь запишите эту песню и научите ей сынов Израиля, чтобы они ее повторяли, и чтобы стала эта песнь моим свидетелем против сынов Израиля. Когда приведу я их на землю, о которой клялся их отцам, землю, текущую молоком и медом, и они поедят, насытятся, встучнеют и обратятся к другим богам и будут им служить, пренебрегая мною и нарушая мой завет, то обрушатся на них многочисленные несчастья и бедствия. Тогда эта песня выступит против них свидетелем, потому что их потомки будут ее помнить. Ведь я знаю, что они замышляют еще до того, как привел их в эту землю, о которой поклялся». И записал Моше в тот день эту песню и научил ей сынов Израиля. И дал повеление Яшуа, сыну Нуна, и сказал ему, «Крепись и мужайся, потому что ты введешь сынов Израиля в землю, о которой я поклялся им, и я буду с тобой». Когда Моше закончил записывать слова этого наставления в книгу до самого конца, он повелел левитам, переносящим ковчег Завета Господня. Возьмите книгу этого наставления и положите ее рядом с ковчегом Завета Господня, и пусть лежит там в качестве свидетельства против тебя, потому что знаю я вашу непокорность и ваше упрямство. Вы и при моей жизни не слушались Господа, и после моей смерти тоже не будете слушаться. Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и всех ваших надзирателей. «Я им все это скажу и возьму небо и землю в свидетели против них, потому что знаю я, после моей смерти развратитесь вы и свернете с пути, которые я вам указал, и в будущем случится с вами несчастье, потому что будете делать зло перед Господом и гневить его своими действиями». И произнес Моше перед обществом Израиля слова этой песни до конца. Глава 32. Внемлите небеса, я буду говорить, пусть услышит земля слова из моих уст. Прольется, как дождь, мое поучение, потечет, как роса, мое наставление, как дождевые капли на траве, как ливень посреди зелени. Когда я призываю имя Господне, прославляйте нашего Бога. Утес Он, совершенные Его дела, все пути Его справедливы. Бог верный, лишенный беззакония, Он праведен и честен. Они развратились, не сыновья Ему больше, лживое и криводушное поколение. Так ли воздаете вы Господу народ глупый и неразумный? Он же твой Отец, твой Создатель, Он тебя сотворил и утвердил. Вспомни давние дни, подумай о прежних временах, спроси Отца, Он тебе расскажет, стариков они тебе поведают. Когда Вышний давал наделы народам, отделял людей друг от друга, Он установил пределы племен по числу сынов Божьих, надел Господа, Его народ, Яаков, Его наследная доля. Он нашел их в пустыне, среди бескрайней воющей пустоши, охранял их, следил за ними, берег, как зеницу ока. Как орел, что вдит над гнездом, парит над своими птенцами, Он расправил крылья, взял их, понес на своем оперении. Лишь Господь один вел их, не было с ним чужого Бога. Он возвел их на земной хребет, накормил урожаем полей, дал отведать меда из скалы, оливкового масла с каменистого утеса, коровий сыр и овечье молоко с жиром ягнят и баранов, козлов и башанских баранов, вместе с отборной пшеницей. И ты пил вино, кровь лозы. Разжирел Ешерун и легается. Ты стал жирным, тучным, толстым, и забыл Бога, Творца твоего. Призрел утес своего спасения, вызывал его ревность к чужим богам, мерзостью гневил его. Приносили жертвы духам, а не Богу, божествам, которых не знали раньше, новым, появившимся недавно, которых не страшились ваши отцы. Утес, породивший тебя, позабыл ты, пренебрег Богом, своим родителям. Увидел Господь и отвернулся от сыновей и дочерей, что гневили его, и сказал, скрою от них свое лицо, посмотрю, что их ждет в конце, потому что они строптивое поколение, сыновья, у которых нет верности. Они заставили меня ревновать к небогу, разгневали меня своим вздором, а я верну им ревность ненародам, разозлю их мерзким племенем. Ибо гнев мой, огонь испепеляющий, выжигает все до преисподней, пожирает землю и урожай, палит подошвы гор. Обрушу на них несчастье, потрачу на них свои стрелы, и, сушеные голодом, изнуренные болезнью и страшным мором, звериные зубы нашлю на них, и яд присмыкающихся в пыли. Снаружи разить будет меч, а в доме ужас, юношей и девушек, младенцев и стариков. Сказал бы я, разбросаю их, забудут о них люди, если бы не оскорбление врагов, не насмешки супостатов, мол, мы просто сильнее их, и не Господь это сделал, потому что народ о ней бестолковый, нет у них разума. Были бы умнее, уразумели бы, поняли бы, что их ждет. Как может один преследовать тысячу и двое десять тысяч, если не предал их утес, не выдал Господь? Ведь их утес, не как наш утес, испепелены враги наши. Виноград их, из виноградников седома, из полей омары, их глаза пропитаны желчью, горькие у них гроздья. Вино их яд морских чудовищ и жгучая змеиная отрава. Вот, что я держу при себе, храню у себя в тайниках. У меня месть и расплата, когда подвернется у них нога, ведь близок денег несчастье, и скоро все сбудется. Ибо Господь рассчитается за свой народ, и смилостивится над своими рабами, когда увидит, что иссякла их сила и не осталось у них больше никого. И он скажет, где же их боги, где их утес и опора, пожиравшие жир их жертв, пившие вино их возлияние? Пусть придут вам на помощь, будут вам защитой. Смотрите, это я и есть. Нет Бога, кроме меня. Я убиваю и оживляю, сокрушаю и вылечиваю. Никто не спасет от меня. Поднимаю руки к небу и говорю, клянусь своей вечной жизнью, когда заточу я свой сверкающий меч и подниму руку, творя правосудие, отомщу я врагам и неприятелям воздам по заслугам. Напою я стрелы кровью и меч накормлю плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Радуйтесь, племена, вместе с его народом, ведь он отомстит за кровь своих рабов, воздаст он своим врагам и очистит землю своего народа. И пошел Моше вместе с Ошеа, сыном Нуна, и сказали все слова этой песни народу. И когда закончил Моше говорить все эти слова всему Израилю, он сказал им, обратите внимание на все те слова, что я произношу сегодня в качестве свидетельства против вас, и заповедуйте своим сыновьям соблюдать и исполнять все, что содержится в этом наставлении, потому что не пустые это слова для вас, это ваша жизнь, и благодаря этому вы будете долго жить на земле, завладеть которой вы сейчас идете через Иордан. И сказал Господь Моше в тот же день, взойди на горы Аварим, на гору Нево, что в земле Муавана против Ерехона, и взгляни на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израиля, и умри на горе, на которую ты поднимешься, присоединись к предкам, как брат твой Аарон умер на горе Ор и присоединился к своим предкам, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израиля возле вот Мереват-Кадеш в пустыне Цин, и не осветили меня среди сынов Израиля, поэтому увидишь ты эту страну издалека, но не войдешь туда, в страну, которую я даю сынам Израиля. Глава 33. Вот благословение, которым благословил Моше, человек Божий, сынов Израиля, перед смертью. И сказал, Господь пришел с Синая, взошел от Сеера, воссиял с гор Парана, шел от Ревеват-Кадеш, из южного края снизошел, как огонь. О, любящие свои племена, святые всех народов в твоих руках, а не полениц к твоим ногам, повторяя твои слова. Наставление заповедал нам Моше, наследие общины Яакова. И воцарился царь в Ешуруне, когда собрались главы народа, общность колен Израиля. Пусть живет Реувен и не умирает, хоть и будет в нем немного народу. А вот о Яуде. И сказал, слушай, Господи, голос Яуды и приведи его к своему народу. Рук его достаточно, но ты помогай ему защищаться от врагов. А Оливий сказал, твои Туммим и Урим для того, кто верен тебе. Ты испытывал его в массе и припирался с нему, вот Мерева. Он говорит о своем отце и матери, я их не замечаю. И братьев своих не знает, и о сыновьях не ведает, потому что держатся они твоих слов и хранят твой завет. Пусть учат Яакова твоим законам и Израиль твоему наставлению кладут перед тобой благовоние и жертвы всесожжения на твой жертвенник. Благослови, Господи, его силу и к делам его рук будь благосклонен. Порази бедро его супостатов и его врагов, чтобы им было не встать. Беньямину сказал, друг Господа живет безопасно. Господь его всегда оберегает и находится у него за плечами, а Йосефу сказал, благословит Господь его землю дарами неба, росой и бездны, лежащей внизу, дарами солнечной жатвы и дарами урожая луны, первинками древних гор и дарами вечных холмов, дарами полной земли и любовью живущего в купине. Осенят они голову Йосефа и теме избранного среди братьев. Он великолепен, как первенец быка, и рога у него, как у тельца, ими будет он бодать народы скопом до пределов земли. Это десятки тысяч воинов Ифраима и тысячи воинов Минаше. А Зевулуну сказал, радуйся, Зевулун, на своих путях, а Исахар в своих шатрах. Племена призывают их на гору, где они приносят праведные жертвы, потому что им принадлежат сокровища моря и сокрытые в песке. А Гаду сказал, благословен давший Гаду обширный предел. Гад возлежит, как лев, и может оторвать и руку, и голову. Он первым взял себе землю. Там простерся предел предводителя. И пришли начальники народа, чтобы творить справедливость Господа и суд его над Израилем. А Дану сказал, Дан, молодой лев, набрасывается с гор Башана. А Нафтали сказал, Нафтали сыт и доволен, преисполнен благословение Господня, а живет он на западе и на юге. А Ашеру сказал, благословен Ашер среди сыновей, быть ему любимцем среди братьев, обмакнув ступни в оливковом масле. Из железа и бронзы твои засовы и сила твоя будет умножаться, как твои дни. Нет подобного Богу, Ешурун, мчащемуся на небесах тебе на помощь, вознесшемуся в небесные пределы. Прибежище твое, Бог древний, хранящий тебя под вечными крылами. Он прогонял от тебя врага, приказал, уничтожь его. Поселился Израиль в покое, сам по себе обитает Яков. На земле полный зерна и молодого винограда и под небом дающим росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народу, который спасает Господь? Он, твой щит и помощь, оружие твоей славы. Пусть покорятся тебе враги, и ты поставишь ногу на их хребет. Глава 34 И поднялся Моше с полей Муава на горы Нево, вершину хребта Пизга, что напротив Ерехона, и показал ему Господь всю страну от Гелиада и до границ Дана, весь надел Нафтали и земли Ефраима и Миноше, и всю землю Иуды до Западного моря, и Негев, и Равнину, долину Ерехона, города Пальм до Цуара. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я поклялся Аврааму и Цхаку и Иакову, что дам ее их потомству. Я тебе ее показал, но ты туда не войдешь». И умер там Моше, раб Господа, в земле Муава, по слову Господа. И похоронили его в ущелье в земле Муава, напротив Бет-Пеора. И до нынешнего дня никто не знает, где он похоронен. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер. Не ослабло его зрение и не покинули его силы. И сыны Израиля оплакивали Моше в степях Муава тридцать дней, пока не закончились дни скорби, плача по Моше. А Яшуа, сын Нуна, был исполнен духом мудрости, потому что Моше возложил на него руки, и слушались его сыны Израиля, и поступали так, как Господь велел Муше. И не явился больше в Израиле пророк, подобный Муше, которого Господь знал бы лицом к лицу, со всеми чудесами и знамениями, которые Господь послал его сотворить в земле Египетской перед фараоном, всеми его рабами и всей его страной, и с мощными и страшными делами, которые творил Муше на глазах у всего Израиля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!